Девушки отдыхают 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 Так, несколько организационных моментов. Я буду много писать на доске. Давайте мы решим, что доска будет у нас стоять вот здесь. Поэтому те, кто там вот за колонной, как-то поймите, работает это для вас или нет. У вас вот сейчас есть возможность сместить ваши стулья. Это первое. Второе. Итак, давайте я постараюсь, у меня есть несколько вариантов того, что я вам хочу рассказать. Давайте быстро попробуем познакомиться, чтобы я понял, и Маша заодно поняла, кто приходит на ее мастер-класс. У нас там анкеты есть, знаешь, специальные. Да, но это будет поздновато, я боюсь. Давайте, пожалуйста, поднимите руки те, кто смотрел фильм «Я худею». А ты думал, ты как сборов 650 миллионов сделал? Хорошо, спасибо. Поднимите руки те, кто профессионально занимается киноиндустрией. Половина приблизительно. Те, кто учится на кино. Меньше 10%. Как бы узнать, чем занимаются остальные. Маркетинг. Маркетинг-реклама. Маркетинг-реклама. Хороший ход. Еще догадки. Я могу лучше. Хочешь? Ну, хорошо. Более-менее понятно. Тогда остальным 50%, которые пришли, я желаю удачи в том смысле, что будет много индустриальной информации. Я постараюсь ее рассказывать на пальцах без суперсложных терминов. Но, тем не менее, я буду предполагать, что какую-то часть кинопроцесса вы уже знаете. Про остальных специалистов тогда я постараюсь для вас это максимально адаптировать. Я думал рассказать это скорее как профессионал и профессионалам, как мастер-класс. Значит, что я вам хочу предложить? Я хочу вам предложить за час с копейками, я надеюсь, с копейками, пройти небольшой интерактивный процесс. Я постараюсь взаимодействовать с вами, чтобы вы тоже как будто бы принимали какие-то решения. Но мы будем идти в разные варианты, поэтому он будет интерактивным, этот процесс. Мы сконцентрируемся с вами на маркетинге, поэтому я не буду касаться процесса создания подробно, потому что это отдельный мир, которому можно отдельный спецкурс посвятить. Речь будет… Московская школа кино, 10 программ. Да, Московская школа кино, вам может все это как раз предложить. Я сконцентрируюсь только на том, как мы выбирали тему, как мы работали с маркетинговым фильмом в процессе до начала производства, внутри производства. Здесь есть Артур Целенко, например, который участвовал в разработке маркетинговой стратегии с самого-самого начала. Очень всем рекомендую, если кто-то хочет запустить какую-то маркетинговую кампанию. Артур, вот большая часть того успеха, который вы все наблюдали. Дальше мы… И дальше будет как раз очень подробная история, потому что будет вопрос. Я постараюсь как бы с вами выбрать, вместе выбрать прокатчика, выбрать дату, понять, как мы хотим представить… рассказать о том, что у нас есть за кино, и как мы его на самом деле хотим представить зрителю и так далее, и так далее. И дойдем до момента, когда мы можем получить деньги. Вот такая история. Я думаю, что мы где-то… У меня была такая мысль, что может быть где-то в середине мы остановимся и получим какое-то количество вопросов, но посмотрим, как пойдет. Итак, начнем с простого. Итак, раз вы все смотрели фильм, то эта часть будет не самой интересной, но вот вы продюсер и собрались… Значит, что важно, что все, что я буду рассказывать, касается так называемого жанрового кинематографа. То есть если мы занимаемся кинематографом авторским, условно говоря, фильмом о Довлатове, например, то правила, с которыми мы будем взаимодействовать, подходить к решению почти всех задач, которые мы сейчас будем разбирать, правила будут радикально другими. Местами радикально другими, местами чуть-чуть другими, но похожего почти не будет. Поэтому все, что я буду рассказывать, касается кинематографа массового, заранее нацеленного на то, чтобы собрать достаточно большую аудиторию, большую. Мы ориентировались на фильм-событие, как бы мы сразу решили не мелочиться и поставить себе цель фильм-событие. И вот приходят к вам авторы и говорят, а потом вы с авторами идете к инвесторам или к большим кинокомпаниям, потому что, ну, надо сказать, что моя жизнь вот так поделена до выхода фильма «Я худею» и после фильма «Я худею». Так вот, до выхода фильма «Я худею» я вот очень простой, очень независимый продюсер, у которого на самом деле очень мало возможностей, для которого самая простая возможность запустить фильм – это прийти к большой кинокомпании и сказать, смотрите, вот есть классный кейс, есть сценарий, есть полная съемочная группа, дайте денег. Вот, предположим, мы с вами, это съемочная группа. Женский фильм, фильм, ориентированный на женскую аудиторию, с главным персонажем женщины, адресующий женские вопросы. Немножечко сложно здесь сыграть в игру, что вы думаете на эту тему, потому что мы знаем, что он собрал. Но как вы думаете, насколько успешным… Как вы думаете, сколько кинокомп… Ответит ли хотя бы одна кинокомпания, что готова нас поддержать? Если да, то поднимите руку. Ага, ну хорошо. А? Да, оптимисты. Ни одна кинокомпания, конечно же, нас не поддерживает. Все говорят, послушайте, это нишевая история, а вы хотели задать какой-то вопрос? Нет? Просто руку держали. Хорошо. В общем, кинокомпании сказали, послушайте, это нишевая история, судя по референсам, что там у нас было, как назывался этот британский фильм? Бриджит Джонс, да, это был у нас, конечно же, основной референс. Они говорили, ну послушайте, это, конечно, история, там великая актриса, там 200 миллионов – это ваш порог, причем в самом роскошном случае, 200 миллионов сборов. А значит, типа, зачем нам браться за эту историю? Расширяйте аудиторию и вообще нет запроса на женское кино. Мы сказали, хорошо, ладно, может быть, вы и правы, вы большие продюсеры, мы небольшие продюсеры, откровенно маленькие продюсеры, и пошли делать кино сами. Что потом? В итоге мы полностью выпускали кино сами, и что важно знать про продюсеров в России? Что в отличие от… Сейчас будет книга Александра Федоровича Роднянского за две минуты. Значит, суть вот в чем. В абсолютном большинстве стран мира происходит следующая история. Вы производите кино, и на этом ваше мытарство закончилось. Ваша задача – доползти до дистрибьютора. Дистрибьютор выкупает у вас фильм, в большинстве случаев закрывая ваши расходы на производство. То есть ваши риски на этом заканчиваются. Вы взяли у инвесторов 100 рублей, продали дистрибьютору за 100 рублей, и еще участвуете в прибыли. Как-то там. Как договоритесь. Все так, но не в России. В России никто не выкупает у вас кино. Продюсер вынужден доползти до последней мили, до продажи билетов в кинотеатрах, и сам вынужден еще продать их каналу, всем онлайн кинотеатрам. Поэтому продюсер вынужден разбираться в маркетинге, и он должен, его задача не найти дистрибьютора, а найти партнера дистрибьютора, который еще согласится с ним играть. Для этого нужно этот фильм каким-то образом упаковать. И на момент производства у нас очень мало таких возможностей. У нас есть звезда, с грехом пополам две звезды. Значит, и опять же, например, Ирина Горбачева звезда или не звезда? Непонятно. С точки зрения кинопроката вообще не существующий человек. Никто не знает, какая она киноактриса. Фильм «Аритмия» как бы немножечко нам помог. Да, да, да. То есть на момент, когда мы снимаем, Ирина Горбачева существует только в ваших инстаграмах. Так вот, у нас есть две звезды, автор сценария Николай Куликов, который как бы автор сценария супер-блокбастеров. Но это в России не очень работает. Никто не знает авторов сценария. И режиссеров тоже никто не знает. Зритель мыслит очень буквально. Отдельно еще расскажу про то, как мыслит зритель при выборе кино. Так вот, и мы с Артуром Целенко садимся и говорим, давай поймем, что у нас есть, пока за нами нет мейджора, пока за нами нет крупного дистрибьютора. Ну и мы, что мы можем, там вариантов немного. Можно как бы в основном вариант такой, интрига. Давай, Артур говорит, давай мы пока скроем, кто та самая звезда, скажем, что она совершила подвиг, но пока не скажем, кто она. И поэтому сейчас пока выпустим пресс-релиз о том, что, значит, вот такая команда, вот такой звездный автор, звездный режиссер, который снял Ольгу, тоже для киномира не очень понятно, что это значит. И, значит, выставим еще Шнурова. Классная была идея. В итоге все заголовки всех СМИ выглядели так. Илья Найшулер снимет фильм с Сергеем Шнуровым. Не про женщин. Иногда упоминал с темой похудания. Иногда некоторые решили, что все-таки он не снимет, а спродюсирует фильм с Сергеем Шнуровым. Вот. Ни Бортич, ни Горбачевой, никого из тех, кто в итоге работают, не было в этой коммуникации. Мы сжали кулачки и продолжили снимать. После этого, значит, мы получили производственный материал, первую сборку и пошли по мейджерам. Дальше. Сейчас я вам скажу. Сейчас попробую у вас. Сейчас. До этого, значит, у нас было свое представление о маркетинге. Еще что важно. Мы думали, что... Что важно, что у нас есть звезда в теле, и надо как можно больше материалов с ней снять. Мы думали, мы сейчас снимем вирусные ролики, мы снимем подводку к вечернему Урганту. Мы даже сняли, где Бортич подбегала к Останкино, смотрела на него и потом бежала по коридору Мосталкина, и пока добегала до Урганта, худела. Вот такая была идея. Мы это даже сняли, вы не поверите. Но у нас были свои какие-то независимые представления о том, как мы будем борзо продвигать наш фильм-событие. Потому что мы такие молодые, мы мыслим соцсетями, мы мыслим вирусными эффектами, и сейчас мы потрясем этот замшелый рынок. Вот так мы себе все представляли приблизительно. После этого мы сняли материал и пошли по мейджерам. Мы с вами на одной стороне, и у нас есть задачка. У нас есть три прокатчика. Три мейджера откликнулись на наш призыв. Первый из них – самые лучшие финансовые условия. Самые лучшие финансовые условия. Что вообще важно понимать про прокатчика? Вот для чего он вам нужен. Прокатчик – это, их не так много в России, это компания Universal, Carro, Disney, Sony, Fox и так далее. У него есть три функции. Он может дать денег на маркетинг, на то, что мы с вами сейчас будем обсуждать. Он может поддержать вас своим брендом в B2B-коммуникации, то есть в коммуникации с кинотеатрами. Это очень интересная штука. Тут надо… Еще одна должна быть короткая лекция о том, как устроен рынок кинопроката в России. Но если совсем коротко, история такая. Половина кинотеатров в России организованы в киносети, и чтобы с ними поговорить, нужно встретиться буквально с пятью людьми. Каждую сеть представляет свой программный директор, ты с ним как бы можешь поговорить и о чем-то с ним договориться. А вот вторую половину представляет 2000 человек приблизительно. То есть каждый кинотеатр, один-два кинотеатра представляет один человек, причем он живет в регионе в каком-то. Это страшная довольно история, и взаимодействовать с ними лучше с позиции какой-то силы. Так вот, у крупных компаний есть позиция силы, это тоже известная телега Голливуда, которая заключается в том, что у всех этих крупных прокатчиков есть пакет так называемый. Идея очень простая. У условного Диснея есть Звездные войны. И еще пакет каких-то фильмов. И он приходит в кинотеатры, ко всем вот этим региональным кинотеатрам и киносетям, и говорит, дорогие друзья, Звездные войны хотите? Они говорят, очень хотим. Они говорят, замечательно, тогда вы возьмете вот это, вот это, вот это и вот это. И на весь год рассказывает ему, что они у него возьмут. Кинотеатр расстраивается, но берет. Потом к нему приходит Фокс, делает то же самое, к нему приходит Universal, делает то же самое. К моменту, когда шесть крупных мейджоров через него прошли, у него остается очень мало экранного пространства для какого-то кино. Поэтому задача ваша, как продюсеров, как владельцев этого фильма, оказаться у кого-то из этих мейджоров в пакете, потому что за вами будет мощь голливудских блокбастеров, которые обеспечивают очень мощную переговорную позицию в разговоре с кинотеатрами. Так вот, это вторая сильная часть работы с мейджорами. И третья, это так называемый трейлеринг. Суть его в том, что в момент, вот мы договорились с мейджором в сентябре, а в марте мы вышли. Вот с сентября по март у этого мейджора выходит какое-то количество фильмов. И он может вас перед этими фильмами пустить в ваш трейлер. Это чудо волшебное. Просто потому что он может показать ваш фильм самый-самый-самый, что ни на есть, целевой аудитории. Людям, которые уже пришли в кино, купили, заплатили за это деньги и что-то хотят посмотреть. И это бесплатно, это ничего не стоит. Так вот, у нас есть три критерия, по которым мы выбираем партнера. Итак, первый партнер, мы не будем их называть. Самое лучшее финансовое предложение. Что это значит? Вот мы собрали почти 700 миллионов рублей вместе с СНГ. 350 миллионов сразу осталось в кинотеатрах. 50% сразу остается в кинотеатрах. А вот дальше вопрос в том, сколько из оставшихся денег дистрибьютор оставит себе в процентах. Сколько-то 10 плюс сколько-то процентов. Так вот, поскольку меня распнут, если я раскрою вам коммерческие условия, мы просто попробуем сыграть. Итак, первый дистрибьютор, к которому мы пришли, нас захотели три мейджора. То есть три крупных голливудских дистрибьютора. Первый из них предложил прекрасные финансовые условия, так себе трейлеринг. И при этом имел в пакете большое количество русских фильмов, кроме нас. Нет, не боль. Много русских. То есть кроме нас… А, надо понимать, что отдел маркетинга у него один, директор там один, и кроме вас у него есть пакет, которым он будет заниматься, и еще есть какое-то количество русских фильмов. Второй прокатчик предложил условия финансовые чуть похуже. Вот так вот мы их нарисуем. Отличный трейлеринг, самый лучший трейлеринг. То есть фильмы, к которым мы могли подсоединиться, особенно, как мы узнали потом. Например, мы могли быть подшиты к движению вверх. И тут стало понятно, что это за прокатчик. И у которого тоже много русских фильмов. Тоже много русских. Мне надо сменить фломастер. Много русских. И третий прокатчик. Самые плохие финансовые условия. Средний трейлеринг. И мы единственный русский парень. Один русский. Давайте попробуем принять с вами решение. Кто за первого парня? Так, хорошо. Ну, понятно. Хорошо. Кто за второго парня? Кто за третьего? Хорошо. Только 25% зала собрали бы 650. Да, да, да. Значит, к успеху приблизились только те, кто последними подняли руки. Мы выбрали последнего. Почему мы выбрали последнего? Несмотря на то, что у него самые ужасные были условия. По-настоящему ужасные. Прямо особенно, когда мы собрали много, мы это особенно почувствовали. На самом деле вот из-за этого. Из-за того, что мы были единственным русским фильмом. История такая. Я с сентября по март один день в неделю полностью проводил в офисе компании Universal. Мы знаем, что нас прокатывал Universal. Это как бы не секрет. И чудо как раз в том, что они имели возможность мне столько времени посвящать. В частности, сам Вадим Иванов и вся маркетинговая команда и команда росписи. И они с нами прошли. И мы это поняли сразу. Мы пообщались с этими тремя игроками и поняли, что вот эти два, для них мы будем, ну как бы, в пакетике. У нас все будет нормально, но никто нами заниматься не будет. А для фильма-события, особенно женского фильма, впервые выходящего в Россию, как бы поднимающего какие-то вопросы, то есть не фильма, укладывающегося в какие-то очевидные… То есть если бы мы снимали новое «Горько», условно говоря, было бы гораздо проще, потому что есть проторенная дорожка, ты просто говоришь, как «Горько», только лучше. Тем более, что один из сценаристов, сценарист «Горько», казалось бы. А здесь довольно сложная маркетинговая задача, как я вам сейчас расскажу. И поэтому мы поняли, что персональный коучинг от студии мейджора, который может тебе на каждом этапе выбора ки-арта, выбора маркетинговой стратегии в смысле, что мы продаем, что у нас есть в кино и что мы продаем на самом деле, выбора того, сколько денег вложить в дистрибуцию, как эти деньги распределить. Так вот, на каждом этапе они делились с нами, как best practices, наилучшими кейсами, самыми успешными кейсами голливудскими, своими так, и их адаптацией к русской территории. И мы решили, что вот ради этого подхода мы готовы отдать деньги. Тем более, что деньги эти были потом. Мы не знали, что они будут. Сережа, а можно вопрос, вот до того, как ты пойдешь дальше? Я думаю, что он есть. Но только там надо в микрофон. Вот у меня есть микрофон, девочка. Микрофон будем передавать, так что поднимайте руку, будем давать, кто хотел задать. Мне кажется, вопрос есть просто, возможно, есть не только у меня. Вот до этапа, когда тебя выбрал прокатчик, окей, твоим фильмом заинтересовалось три прокатчика, и дальше ты по каким-то параметрам сравниваешь и выбираешь, как тебе кажется, лучший из возможных вариантов. Ты пропустил момент, сначала никто не интересовался, а потом сразу у тебя образовалось три прокатчика на выбор. Что произошло между этими событиями? Что нужно было им показать? На каком этапе ты показываешь и что? То есть это трейлер, это какой-то кусок отцентного материала, они приезжают к тебе на съемки. Есть какой-то пакет, да? Деливерблс, который нужно показать. Все понятно. На самом деле, правильный ответ нужен рабочий монтаж. Абсолютное большинство прокатчиков нам сразу на первой, когда я с ними связан, у меня есть как бы возможность была с ними не просто с улицы познакомиться, потому что когда-то я работал в компании Иви, и мы общались с разными мейджерами, и я знал всяких людей, и у меня была возможность как бы… Хотя вот сидит Петя Карцев, например, и в какой-то ситуации нам это не очень помогло. И некоторые мейджеры сказали, монтаж пусть присылают, и тогда мы будем с ними разговаривать. То есть ответ на самом деле индустрии – давайте монтаж. Они говорят, мы в русском кино вообще не хотим разбираться, поэтому вот вы нам покажите, что это за кино, и мы скажем, это вообще продукт, не продукт, маркетируемый, не маркетируемый. У нас была история такая. У нас было два блока. Мы сначала снимали Сашу толстую, потом она интенсивно худела, и мы снимали ее вторым блоком в августе, уже похудевшую. И что мы сделали? У нас был монтажер на площадке и там, и там. И мы в мае отсняли первый блок и собрали его почти полностью, посмотрели на него и подумали, нет, вот это мы не будем показывать прокатчику. И сделали несколько огненных сцен из первой части и дождались первых сцен из второй части, собрали их просто из плейбэчного материала на площадке и с вот этим набором пошли по прокатчикам. То есть это было, мы показывали пять сцен, а между ними Коля Куликов, который бывший стендап-комик и должен был быть сегодня здесь и смешить вас, но заболел. Он говорил, а потом наша героиня, да-да-да-да-да-да-да. И мне кажется, вот это на 50% сделало наши питчи, потому что они валялись, им все нравилось. Вот такой ответ. То есть нужен монтаж в каком-то виде? То есть достаточно? Нужен, нужен. Если у тебя есть хороший шоураннер, хороший продюсер или сценарист, который способен запитчинговать это таким образом, как Коля Куликов, то в принципе пять сцен нормально. Но в целом стандартным рынком монтажной версии. Да, да. Причем это жесткое требование. Нам на самом деле супер повезло. А, но есть еще история про кинорынки. Наверное, не буду вам ее подробно рассказывать, но суть в том, что вот с этими, помните, у нас есть там несколько тысяч кинотеатров, вот с ними общаются раз в несколько месяцев на кинорынках. И задача в том, чтобы договориться с прокатчиком как можно раньше, чтобы до момента выхода вашего фильма провести какое-то количество кинорынков, где вы по всем правилам маркетингового искусства сначала показываете немножко, потом показываете больше, и в самом конце показываете, значит, перед самым релизом показываете кинотеатрам, что это будет суперкласс. Иногда показываете полное кино, и кинотеатры, заряженные этим, расписывают вас так, как нужно. Вот еще. Что еще нужно сказать про роспись? Вообще, чтобы понимать про маркетинг, сейчас мы наконец-то перейдем уже собственно к маркетингу, потому что вот мы выбрали компанию, пришли к ней, и они говорят, они все сказали очень простые слова. Они сказали, мы готовы потратить столько денег, сколько вы хотите. На маркетинг, более того, большая часть из них были готовы потратить, у меня было какое-то количество инвесторов, все менеджеры были готовы потратить на маркетинг больше, чем мы сами. То есть они говорили, это классное кино, оно круто маркетируется, давайте вложим на 40% больше, чем вы хотите. И мы в итоге немножечко сдвинулись, но может быть, может быть, надо было вложить еще больше. Не знаю. Так вот, мы выбрали прокатчика, и теперь немножечко про роспись. И вообще про то, как устроено кино смотрение. Как вы думаете, какое количество людей… Не так, надо только простой вопрос задавать. Как вы думаете, люди принимают решение о просмотре фильма до похода в кинотеатр или после? Кто думает, что… Не после, внутри кинотеатра. Кто думает, что до похода в кинотеатр? Ага. Кто думает, что внутри кинотеатра? Вот вторые тоже приблизились к миллиону. Значит, история в том, что больше… рынок устроен следующим образом. Каждый уикенд люди приходят в кинотеатры и покупают билетов на какое-то количество денег. Это довольно точно можно спрогнозировать. Есть длинная статистика рынка, и можно приблизительно понять, сколько будет этот уикенд. Исходя из того, насколько рынок в целом вырос и так далее, сколько все люди купят билетов… Насколько денег люди купят билетов в этот уикенд. Почему? Потому что, если нет ничего, если нет никакого всплеска и нет никакого кинособытия, то это работает так. Больше 50% зрителей ходят в кинотеатры не на кино. Они ходят как в Макдональдс. Они говорят, пойдем в кино. Приходят в кинотеатр и смотрят, что там сейчас есть. И из того, что есть в шаге в полчаса ближайшие, и из того, что им как-то волшебным образом, маркетингом кто-то успел или не успел донести, они выбирают, на что они пойдут. Это очень важная история, потому что это сильно отличается от тех представлений о традиционном маркетинге и вообще о потреблении кино, потому что, я думаю, большая часть из вас делает так. Пойду-ка я на последних Мстителей, открывает приложение, бронирует все места, приезжает в кинотеатр, печатает эти билеты и так далее. Так вот, абсолютное большинство зрителей делает не так. Абсолютное большинство зрителей, генерирующих базовый поток бокс-офиса. Они ходят на это, для них это социальный тип активности. А значит, моя задача как фильма, наша с вами задача как фильма оказаться, во-первых, сделать так, чтобы мои сеансы в любом кинотеатре страны, как можно большим количеством кинотеатров страны, были расположены так, чтобы каждый час, человек, приходя, в спреде полчаса, видел, имел возможность пойти на «Я худею». То есть при этом, это, кстати, удивительная история, это тоже маркетинг фильма, только это маркетинг фильма кинотеатром и людям, которые расписывают в нем сеансы. При этом парадокс в том, что вы можете потратить 100 миллионов рублей, 150 миллионов рублей на маркетинг, то есть люди будут очень хорошо знать, что это за фильм, но если его нет в кинотеатре в нужное время, они не будут его ждать. И это, вообще говоря, удивительная история. И поэтому так важно та самая booking power, возможность бронировать эти киносеансы. Так вот, с первой задачей мы более-менее справились. То есть у нас есть какой-то план по тому, мы сразу договорились с Universal о том, какой у нас план, что мы показываем кинотеатрам на первом кинорынке, на втором кинорынке и на третьем кинорынке, как мы завлекаем кинотеатры. И благодаря довольно сильным нашим собственным материалам и мощи пакета Universal, мы понимали, что у нас будет довольно большая доля сеансов в каждом кинотеатре страны. Условно в каждом кинотеатре страны. В Чеченской республике, например, их было очень мало. Но в целом в среднем по стране так. Вторая история состоит в том, что фильмы события, то есть фильмы, которые собирают выше, и если мы все сделали в среднем, то мы соберем так же приблизительно, как фильмы референсы. То есть если я снял фильм, похожий на фильм «Гуляй, Вася», например, а это был наш очень близкий референс, нам многие говорили, ну, «Гуляй, Вася», там мальчик, девочка, любовь, не буду врать, 108, скажется, миллионов рублей собрал «Гуляй, Вася», может быть, даже меньше. И нам говорили, вот это ваш потолок. И это, скорее всего, правда. То есть если мы делаем просто стандартный набор усилий и оказываемся в стандартной росписи, то какой-то процент людей придет в Макдональдс в виде кино и увидит нас, мы донесем до них каким-то маркетингом, что-то, и мы соберем свою долю вот в этом уикенде. Причем ужас в том, что мы говорим про буквально два уикенда, первый и второй. Вообще в кино роспись и прокат меряется уикендами с четверга по воскресенье. Это считается, это голливудская традиция. Пытаюсь как бы на все уровни сразу попасть. Вот. И поэтому, когда вы ориентируетесь на зрителя, то вот эти два уикенда это стандартный успех ваш. В первый уикенд придет какое-то количество зрителей, и во второй, если дай бог повезет, сарафанное радио так называемое или обратная связь от зрителей приведет вам еще какое-то количество зрителей. Это если все идет на ровном уровне. Чтобы получить фильм события, точнее, фильмами событиями становятся те, которые приводят дополнительную аудиторию, какую-то дополнительную аудиторию, да, при том, что важно, что вот эти вот те самые, которые ходят как в Макдональдс, это самая простая аудитория, в которую мы уже как бы попали с нашим фильмом. Это 14-23, то есть старшеклассники-студенты, у которых много свободного времени, и для которых это как раз ну такое дешевле, чем театр, очень понятный и предсказуемый эффект, про простая эмоция, можно обнять свою девчонку или своего парня, ну как бы или сходить в компании. так вот, фильмами-событиями становятся те, кто выходит за эту стандартную историю. Например, фильм «Движение вверх» привел в аудиторию, в кинотеатре аудиторию старше, да, которые ходят в кино раз в год на фильмы-события такого типа. почему у них это получилось? Потому что много почему, потому что тема очень правильная, потому что они апеллируют Советскому Союзу, потому что они апеллируют каким-то большим победам, спортивным победам, и потому что у них есть гигантский ресурс в виде ВГТРК, который накрывает огромную аудиторию, и этой аудитории рассказывает как раз, что это фильм-событие, и они думают, ну, раз так, схожу и я, раз в год. Вот, и задача, наша с вами, если мы хотим создать фильм-событие, придумать, как мы приведем дополнительную аудиторию, потому что нам нужно с одной стороны выиграть битву стандартную, внутри вот этого стандартного пакета, стандартного предложения на этом уикенде у других, выиграть расписанием, то есть тем, как фильм будет расписан, и выиграть маркетингом, то есть вы должны где-то поймать этого зрителя, а на самом деле, сейчас мы к этому вернемся, где-то поймать этого зрителя. Но, то есть вы должны биться и за ту аудиторию, и придумать, где найти еще какую-то аудиторию, иначе вас ждет приблизительно такой же успех, как у фильмов-референсов. Что же мы сделали? К сожалению, тут у меня нет правильного ответа, но, условно говоря, у нас был выбор простой. Есть стандартный бюджет на продвижение русской комедии, я не могу вам рассказать цифры, поэтому буду так пальчиками рассказывать. есть стандартный бюджет на продвижение русской комедии, есть бюджет на продвижение русского фильма события, и есть бюджет, который мейджор предлагает на продвижение крупного релиза. Какой бы из бюджетов вы выбрали? Кто бы выбрал первый бюджет на стандартное продвижение? Никто. Хорошо. Кто бы выбрал второй вариант стандартного фильма события? 10% меньше. Кто бы выбрал самый большой бюджет на продвижение? Остальные ничего бы не выбрали, я так понимаю. Хорошо. Мы выбрали второй вариант. И не знаю, опять же, к сожалению, я не знаю, правы мы были или нет, но в какой-то момент, судя по метрикам, мы были правы. Потому что в какой-то момент знания о нашем фильме было больше 80% респондентов. Тут надо еще рассказать про то, что все мейджоры пользуются очень интересной системой. Есть такая компания Нильсон, которая проводит много всяких измерений по всему миру, и они измеряют как раз для целей проката, они ловят какое-то количество аудитории из 14-40 с копейками и раз в неделю проводят опрос по всей стране, довольно репрезентативный, в котором они говорят, скажите, пожалуйста, название каких фильмов из прокатных вы можете назвать. Это так называемый знание без подсказки. Человек говорит, ну, там движение вверх, лед, вот Мстители, они говорят, хорошо, классно, записывают. И если вас назвали в этом первом, то это называется знание без подсказки. Они уже про вас знают. Это бренд-ауэрнес в целом называется. После этого он говорит, так, а вот вы слышали про я худею, про селфи, про еще что-нибудь? Он говорит, слышал. Если он говорит, слышал, то это называется знание с подсказкой. Это значит, что где-то его маркетинг достал, где-то в него маркетинг попал, но не настолько, чтобы он сам о нем вспомнил. И еще есть простой ответ, нет, не слышал. И это самый печальный для вас ответ. Вот, соответственно, к третьему уикенду количество людей, которые отвечали на вопрос сразу я худею, которые сразу называли я худею, было больше 80% аудитории. Это очень высокий показатель. И в этом смысле моя догадка в том, что тратить еще дополнительные деньги на маркетинг смысла уже особого не было. Мы по уровню бренда awareness охватили практически 100% целевой аудитории. То есть, где, наверное, можно было найти еще вот эти 20% где-то, но нет ни одного инструмента в стране, чтобы до них дотянуться. Хотя это, кстати, цифровые технологии позволяют это сделать. Ну и стоимость, наверное, этих 20%… Да, она уже несоизмерима с 80%. Вы начинаете за каждого следующего охваченного вашей рекламной кампании человека платить в разы больше, чем за предыдущие 80%. И это теряет как будто бы эффективно. Так вот, мы с вами, мы выбрали, выбрали с вами, что мы тратим средний бюджет. Куда его потратить? Есть, это на самом деле самый большой вопрос. Точнее, есть вопрос, к чему его приложить, потому что зритель ничего не знает про ваше кино. Зритель увидит до кино ки-арты. Он увидит ки-арты, это постеры, характер-постеры, трейлеры, тизеры и так далее. Он увидит какие-то куски информации, которые, как реклама, ему что-то расскажут о кино. Да, слушайте, нет, еще же вот что. На самом деле, после того, как мы познакомились с Universal и определились размер бюджета, настал момент решить, а что мы, собственно, продаем. И тут есть самый, наверное, тонкий момент во всей киноиндустрии. Голливудское правило гласит, не продавай то, что на самом деле есть в кино. Потому что, точнее, за редкими исключениями, условно говоря, например, фильм «Изгой», где Том Хэнкс на острове с мячиком, как называют? «Изгой», да, я все правильно сказал. Да, «Изгой». Он в трейлере показан весь. То есть там показано, что он попал на остров, что ему плохо, что он с мячиком, что он чуть не умер и потом, как он спасся. В принципе, все, можно не ходить в кино, все понятно. Но все понимают, что там есть что-то еще и идут за этим. Но вообще-то голливудское правило говорит, продавай ту часть фильма, на которую клюнет наибольшая аудитория из твоей аудитории. Вы смотрели «Я худею» и понимаете, что это романтическая комедия. Более того, это романтическая комедия с социальным посылом, в некотором смысле, как мы надеемся, и который мы туда закладывали. И мы пришли, и у нас был абсолютно хаос в голове, и мы говорили, слушайте, ну давайте, значит, что? Любовь, молодость и дерзость. Мы будем, значит, продавать безумную Бортич. У нас был классный вирусный ролик с Найшулером, где толстая Бортич ругалась матом минуту на Найшулера, после чего она бросала в него бутылку рома, поджигала ее, а Найшулер любит, чтобы его поджигали. И он убегал, значит, куда-то. И нам казалось, что вот это и есть, значит, чудо маркетинга. Когда мы показали это Юниверсалу, они какое-то время искали внутри себя приличные слова. И где-то минуты за две нас отговорили, значит, от того, чтобы это искать. Почему? Потому что они говорят, смотрите, у вас есть одна аудитория, и, опять же, базовое правило Голливуда звучит так. Что бы ты еще показывал, главное не отпугнуть. Потому что, правда, потому что, на самом деле, условно говоря, когда ты говоришь комедия, ну, человек понимает, будут смешить. Он понимает, полтора часа в хорошем варианте я не очень посмеюсь, точнее, в нейтральном варианте я не очень посмеюсь, в хорошем классно посмеюсь. А дальше есть разные части этой аудитории, причем она нарезана по Российской Федерации, и мы сейчас с вами еще поговорим про территории. И вопрос дальше. Если вы, мы говорим, слушайте, ну у нас же там есть прям ударные моменты, давайте их продвинем. Они говорят, да, но есть огромная часть консервативной аудитории, которая и так считает, что русское кино в жопе. И только Федор Бондарчук молодец. Да, кроме Федя, только Федя Бондарчук молодец. Значит, это цитата из фильма «Изображая жертву» Кирилла Серебренникова, который должен быть свободен. Это прямая трансляция. Так вот, есть огромная аудитория, которая и так с большим подозрением относится к русскому кино и ходит только на то, где его точно не обидят. Потому что есть какое-то количество предыдущих десятилетий, посвящено фильмам, так называемым фильмам одного уикенда. Когда людям продавали, что это будет классный фильм, они приходили в кинотеатры и за уикенд понимали, что это нельзя смотреть. Выходили, но люди за уикенд окупали свои затраты, и для продюсеров это работало. Это плохо работало для зрителей, для продюсеров очень работало. Эти же продюсеры в какой-то момент выпустили фильм «Защитники» и оказались в очень тяжелой ситуации. Модель перестала работать. Просто есть очень интересная история про то, что обычно по уикенду это выглядит так. Четверг не очень много, пятница чуть больше, суббота – это самые большие сборы, в воскресенье чуть меньше. У «Защитников» это выглядит так. Четверг, пятница, суббота, воскресенье. И история в том, что социальные медиа начинают работать с такой скоростью, что вот это правило одного уикенда, когда ты маркетингом накачал аудиторию и что-то, какой-то образ им продал, и потом они целый уикенд это потребляют, больше не работает. Если кино не соответствует ожиданиям в плохую сторону, социальные медиа очень быстро любой ваш маркетинг разобьют. Так вот, наша задача таким образом – добыть какую-то еще дополнительную аудиторию и рассказать ей что-то. Мы помним, что… И при этом никого не отпугнуть. А можно вот теперь… Да. Сейчас я попробую вам на примере KeyArt рассказать, значит, что мы продавали. Если коротко, то «Юниверсу» сказал «Давайте…» Вот это самый первый вариант постера, который у нас был. Значит, абсолютное большинство респондентов считало, что любовная история между мужчинами на этом постере. Особенно цвет шрифта как бы работал на эту историю. И «Бортич» здесь была… Ну, как бы совсем не работала. Но это провокационно, классно. У нас была еще… Даже наши дизайнеры, они сделали постер, где Курсен кладет руку на плечо, значит, Жене Кулику. Вот. Мы были на самом деле в кризисе, потому что было не очень понятно. В конце концов мы пришли вот к чему. Мы пришли к тому, что мы продвигаем это как простую русскую комедию. В смысле нашим референсом был… Даже не знаю кто. Что мы, кстати, сделали? Еще один голливудское правило. У нас был отсортированный по сборам, русским сборам, все плакаты просто комедий. Топ-30. И они постоянно висели у нас на стене. Топ-30 комедий, собравших в России, русских и нерусских, и топ-30 романтических комедий, собравших в России. И у нас был вопрос продвигать это как романтическую комедию, как трэш-угар Шапито, значит, или… Ну, в сторону Горько. Или как просто нейтральную комедию. И мы пришли к тому, что мы будем… Мы соберем самые лучшие шутки и создадим из постера… На самом деле вариантов постера комедии не так много. И, как правило, вот у него вот такой вот крупный шрифт в названии. И тебе, ну, как бы даже здесь, даже на этом страшном постере, понятно, что тебя будут развлекать. Как бы, что будет… Будем шутить. И мы пришли к тому, что… Потом появился другой цвет потихонечку, мы стали искать. Потом появился вот такой вариант. И тут, значит, мы все продюсеры сказали, да это невозможно, вы что, как бы Курцин голый, да это смешно. И тут «Юниверсал» сказал, пойдемте. Мы пошли в бухгалтерию «Юниверсала», значит, показали несколько плакатов, и голый Курцин победил единогласно. Вот. И не то, чтобы бухгалтерия – это самая репрезентативная кисть, но мы как бы… Для нас была важна история с женщинами, потому что мужчин этим кино довольно сложно отпугнуть, у них как бы довольно простая дистанция с фильмом. А для женщин тут важно было не показать им ничего, чтобы их задело. Вот. Поэтому неожиданно появился голый Курцин. Вот. Был еще… Был еще вариант сырой Горбачевой. Вот такой вариант. Вот. Значит, но тут нам сказали, значит, нельзя переигрывать с едой. Еда – это болезненная тема. Вы опять отпугиваете какую-то аудиторию. Вот. Убрали Ирину Горбачеву. Здесь мы решили сделать у Кулика какой-то более героический образ. Нам сказали, вообще забудьте про Кулика, чтобы он не отсвечивал даже. Хотя он звезда Инстаграма, но… И это уже, как вы понимаете, близко к итоговому постеру. Вот такой цвет. Ну, и вот еще была версия. Видите, с вишенкой там наверху. И это приблизительно показывает, как мы шли. То есть… И чтобы вы понимали, мы делали постер полтора месяца. Мы получали… Раз в неделю я приезжал в Universal, и мы… Таких вариантов было сотни. И мы прямо по крупинке собирали, что так, а что не так. Что работает, а что не работает. Вы все помните итоговый постер. Я его тут не принес. Вот. Но вот это ближе всего к итоговому постеру. Потом мы их чуть-чуть раздвинули, Кулика убрали, убрали ему повязку. И как бы это… Это наша итоговая история. Итак, мы решили продавать самую нейтральную историю. На самом деле, обманывая зрителя, мы сознательно пошли на то, чтобы продавать очень смешную, но при этом достаточно нейтральную комедию. Просто много шуток. Вот. Много шуток и такое желто-светящее настроение. Немножечко комедий-клаб. С каналом СТС почему-то. И после того, как мы это решили, стал выстраиваться и трейлер, и все остальное. Потому что везде стало понятно. Например, мы решили, что мы не будем продавать шнура, танец шнура. Мы решили, что мы… Артур Целенко нам еще сказал, что голую Бортич зритель должен увидеть только в трейлере, потому что это один из самых больших наших аттракционов. Его нужно отложить как можно надольше. И это очень сработало. И мы решили, что мы продаем нейтральную комедию с большим количеством шуток, заранее понимая, что большая часть зрителей придет просто повеселиться, а на самом деле получат с ромком, да еще и с социальным посылом. Типа, люби себя, вот это все. И это был гигантский риск, потому что у нас мы вполне могли повторить историю с фильмом «Защитники». То есть, условно говоря, приходит первая волна зрителей в кинотеатре на первый уикенд, привлеченные маркетингом, говорят, да это не ржака, которую нам обещает вот этот постер на самом деле, ну или итоговый наш постер. «Это какое-то Грузилова, что-то еще там и на слезу меня попытались продавить». Он все это пишет в соцсетях, а вообще негативные отзывы пишутся гораздо легче, чем позитивные. Вот. Это был вот такой у нас сценарий, но мы в итоге с Universal решили пойти по этому пути. Дальше вопрос, который нужно решить, следующий. А сколько у нас? Что бы ты хотела? 10 минут еще. Продолжай. Хорошо. Как вы, дорогие друзья? Если есть вопросы, их много, то мы можем делать какими-то интервалами. Да, давайте сделаем маленький срез, я чуть-чуть выпью водички и послушаем пару вопросов. У кого вопросы, поднимаем руку. Да, сейчас и будем передавать микрофон второй. Добрый день. Скажите, пожалуйста, а вот в названии, кто придумал название и закладывался ли вот двойной смысл тут. Какой? Ну, без буквы «Д», например. Господи боже! Что вы говорите такое? Святой человек, да. С названием была сложная история. Сценарий так назывался сразу. И Universal, и на самом деле все мейджоры сказали, что половина фильма это маркетируемое название. Это название, которое врезается в голову сразу. Ты один раз его слышишь, и оно остается у тебя. Сомнительная шутка про без «Д», я абсолютно с этим согласен, но очень работающая. Она немножечко не ложится в концепцию, она классно ложится в концепцию трэша-пито. То есть, если мы делаем горько-6, как бы, ну, в смысле, по посылу, по типу аттракциона, то я худею, я хуею, это классный вариант. Прям еще шнурово показываем, все, как бы, зритель пошел. В этом смысле мы скорее на него напоролись, и мы делали все, чтобы в коммуникации, во всей нашей коммуникации, от этой шутки отойти. Мы оставляли только зрителю самому это додумывать. Потому что можно было, был вариант, где мерцал так вот, так вот, D, знаете, как, то есть там была, сама надпись была вот такая, неоном, и у нас был интерактивный плакат, где D так мерцал и иногда пропадал. Решили не делать. А, была еще история, где, собственно, Горбачева закрывает часть D своей головой. Вот. И еще с батоном. В общем, это было с самого начала. возникла некоторая проблема. Дело в том, что телекомпания НТВ выпускала довольно долго, 4, по-моему, сезона телешоу, которое называлось «Я худею». И телекомпания НТВ молодцы, они зарезировали товарный знак на фильм «Я худею». И в какой-то момент нам пришлось заключать договор, приходить в компанию НТВ и делать вид, что мы очень независимые и очень маленькие продюсеры. И просить нам как бы продать за 5 копеек право использования товарного знака в рамках фильма. И они могли нам отказать. И название было бы другое. «Худею» или еще какое-то, но было бы другое. Компания НТВ нам пошла на встречу, о чем, я думаю, немало жалеяло после первого уикенда уже. Но, тем не менее, договор был подписан. И что еще я хотел сказать про название. А еще была классная идея, которая, к сожалению, не реализована. Может быть, мы попробуем ее реализовать ко второму фильму. Илья Найшулер, когда присоединился к нашей команде продюсеров, он сказал, «А еще Шнуров напишет песню. Я худею, я хуею». И, опять же, это плохо укладывалось в итоговую концепцию, но название такое было с самого-самого-самого начала. Прямо сценарий так назывался. И второй был вопрос. У меня, у меня. Да. Добрый вечер. Вопрос по поводу того, что все-таки большую часть в успехе сыграло то, в какой уикенд первый вышло, это 8 марта. И так как вы изначально были как такая команда независимых маленьких продюсеров, и, возможно, вы изначально так долгосрочно стратегически планировали, что это будет именно к 8 марта, или это уже так получилось, придя к мейджору? Спасибо. Хороший вопрос. Сейчас я на него чуть-чуть с вашего позволения попозже отвечу. У меня там есть развернутая телега про дату. Собственно, следующая телега моя это про выбор даты и про то, как распределить маркетинговый бюджет по территориям и по типам медиа. Лена, Кирюш, похоже. Микрофон. Да, пожалуйста. А в титрах у вас 6 продюсеров, даже 7 с исполнительными, я посмотрел. Как вы взаимодействовали, на каком этапе, не переругались ли вы? Хорошо, классный на самом деле вопрос. Universal сказал так, и на самом деле все мейджоры сказали так, сколько, а мы на все встречи приезжали в шестером. В некоторые переговорки мы с трудом помещались, и часть людей, которые были со стороны мейджора, не помещались в переговорку при этом. И это было довольно тупо. Хотя, может быть, местами нам это помогло, эти люди не слышали нашего питча и только ключевые. В общем, все мейджоры сказали, будет один человек, через которого вы будете взаимодействовать, мы с вами будем взаимодействовать, потому что у всех был опыт взаимодействия. Вообще русское кино, поскольку оно в довольно сложной ситуации, как мы помним, кроме Феди Бондарчука. Там, как правило, какое-то количество продюсеров, потому что все хотят разделить риски. И это довольно часто. И довольно часто такая вот гоп-компания приходит в офис мейджора, и почти каждый русский мейджор накалывался на то, что приходит там, ну, условно, Илья Найшулер говорит, нет, будем делать, значит, вот такое дикое промо, а Николай Куликов говорит, ну, а давайте про романтическую комедию все-таки расскажем. Женский голос, понимаете, герой, надо как-то его поднять. Вот. И, в принципе, этим можно заниматься бесконечно. Поэтому нам поставили условие, что точка взаимодействия с компанией-дистрибьютором будет одна. Это был я. А все остальные вопросы, производственные вопросы мы решали, у нас был продюсерский совет, где у всех был один голос, но это было устроено так, поскольку я, Коля Куликов и Леша Нужный как бы представляли собой людей, которые запустили проект, то, если у нас было 3 на 3, то наше слово было последним. То есть мы были как бы отдельными независимыми продюсерами в группе продюсеров. Но такого не было ни разу. То есть на самом деле самая сложная часть была утвердить сценарий, потому что нет никаких правил и две женщины-продюсеры, которые у нас были как бы они как бы у них было свое представление о женском кино, и они как бы довольно правомерно говорили Коле и Леше, может быть, вы послушаете женщин, как бы вы собрались рассказывать женскую историю. И вторая самая сложная часть была с монтажом, потому что когда у тебя материал на 2 часа, можно рассказать 5 разных историй, 10 разных историй, можно сделать в любую на самом деле. Ну, очень многое можно поменять, и в этом смысле, но в этом смысле я страшно благодарен своим партнерам, что они пошли за нами, пошли за режиссером, а также, что они мне доверили представить. На самом деле, просто больше ни у кого не было возможности проводить. Я вот отовсюду уволился и был по-настоящему независимый продюсер, вот, и у меня просто была возможность проводить день или два в офисе Universal, а у всех остальных не было. Илья Найшулер в целом супер занятой человек, он за это время снял еще 15, мне кажется, клипов, и вообще как подписал два там контракта с какими-то американскими киностудиями. Вот, а режиссер был занят режиссерской работой, и Коля Куликов уже пишал на следующий блокбастер. Как мы думаем. Вот, поэтому вот такой ответ. Это было непросто на этапе сценария, на этапе монтажа это было прям пиково непросто, но мы как-то… Важно, что это наш базовый принцип. Мы всегда стараемся создавать очень безопасное пространство в смысле общения, и давать каждому высказаться. То есть, даже если всем сразу кажется, что это полная хинея, мы даем человеку высказаться до конца, стараемся никогда не… Есть такой принцип, насколько Куликов ему научил, принцип в импровизации, в стендапе, когда Маша говорит, а потом взошло солнце. И я не говорю, нет, на самом деле была ночь. Я говорю, да, как бы в предыдущем сеттинге была ночь, в одно же место солнца. Я говорю, да и. Я пытаюсь надстроить надеемность. Я никогда не… Понятно, что это идеальная модель. Иногда приходится вступать в довольно точную, чистую конфронтацию, но почти всегда можно сказать, да, классная идея, мы понимаем, что ты предлагаешь, послушать человека и потом как бы попытаться найти какой-то общий common ground, найти какое-то общее решение совместное. Хотелось что-то спросить. Да. Ты, наверное, расскажешь потом про маркетинг с актерами, но вы же выбирали их когда до съемок, правильно. Насколько выбор актерского состава был проинформирован возможными там маркетинговыми там заходами потом? Вы об этом думали? Очень про это думали. Практически ничего из того, что мы думали, изначально не сработало, потому что мы как бы делали ставку на дикую бортич, которая готова была просто на все. Но, как бы повторюсь, первые релизы вообще были все про Шнурова и Найшулера. В этом смысле я думал про Найшулера, когда брал его в сопродюсеры. Вот это я думал, да. Нет, на самом деле, если серьезно, то комедия, я какое-то количество продюсировал проектов, но это тоже общее место. Это самый сложный жанр с точки зрения производства и с точки зрения игры. Хотя он считается очень легким, но вот как раз достичь этой легкости, чтобы не наигрывать комедию, а чтобы органично ею жить, это гигантская задача. И поэтому, как говорит Квентин Тарантино, у меня много друзей-актеров, но на каждый следующий фильм я выбираю тех, кто подходит на эту роль. И на самом деле у нас была антимысль в том смысле, что мы знали, что Рома Курцин закрывает нам прокат в Украине, например. Единственный. Рома Курцин снялся в фильме «Крым». Чтобы мы не думали про фильм «Крым» неважно, важно, что с сугубо финансовой продюсерской точки зрения, меркантильной, вот этот торс стоил нам 5-10% от общих валовых сборов. Это было непростое решение, но он так подходил на роль вот этого гопника, что мы его взяли. Про всех остальных мы думали о том, что у них есть какой-то социальный ИБС и что-то такое, но мы хорошо понимали, что полтора миллиона долларов и реклама на телеке как бы настолько больше, чем любой из этих брендов, кроме, пожалуй, Шнурова. Но про Шнурова мы сразу знали, что он идет нам, очень идет нам навстречу, и он не будет участвовать в маркетинге. Он сразу это заявил. Он сказал, друзья, я приеду, снимусь и уеду. И, может быть, приеду на премьеру. Все. И у него есть, что маркетировать, кроме нас. И поэтому нам было важно, что там написано Шнур, но, как вы понимаете, мы его даже не выводим на постер. И поэтому мы об этом думали, но мы понимали, даже на этапе до Universal, а после присоединения Universal уж совсем, мы понимали, что, к сожалению, вообще правило такое. У нас, кроме Данилы Козловского, никто не приводит людей в кинотеатре. Нет ни одной звезды в этой стране, кроме Данилы Козловского и Машкова. который, кстати, был первым вариантом вместо Шнура. Но мы посоветовались с разными товарищами и нам сказали, ласково посоветовали этого не делать, потому что он был бы немножечко вставной челюстью. И решили, ну, в том смысле, что он из совсем другой эстетики человек. И сейчас уже в таком, в хорошем смысле, в бронзе уже такой человек. И у него есть очень понятный образ, и было бы сложно его изменить. А у Шнурова как раз подходящий для комедии вайп вполне. Вот такой ответ. Так, продолжим дальше. Итак. Итак, у вас есть 100 рублей на маркетинговую кампанию. Давайте попробуем понять вот что. Вот у вас есть Москва и Питер, и у вас есть все остальные регионы. Кто из вас за то, чтобы потратить одинаково на Москву и Питер, а кто из вас за то, чтобы потратить на регионы больше? Кто за Москву и Питер? За одинаковое количество, простите. Непонятно, я задал вопрос. Простите, попробуем еще раз. Значит, у вас есть, вы можете накрыть своей маркетинговой активностью все города России. Вас интересуют только города-миллионники и там полумиллионники, потому что других нет кинотеатров. они проиграли. Они вам не интересны. Так вот, вопрос такой. Вот у вас есть 100% ваших усилий. Есть два варианта. Потратить усилия 50 на 50 между двумя крупнейшими городами, а именно Москвой и Санкт-Петербургом и всеми остальными. И второй вариант – потратить больше половины на регионы. Кто за первый вариант? Ага, хорошо. Кто за второй? Ладно. Значит, история такая. Мы сделали скорее первое, потому что… Ну, то есть мы потратили чуть больше половины, потому что вообще-то, опять же, базовое правило гласит, что вот в этой вот модели Макдональдса и прочего, если не приведена какая-то дополнительная аудитория, то сборы от этих двух городов всего-навсего составляют 50% или больше от всех сборов по стране. То есть регионы очень плохо ходят на русское кино. Поразительным образом. И это как раз та задача, когда надо привести какую-то дополнительную аудиторию. Тут, вот, кстати, про эту аудиторию мы думали, когда брали режиссера. Не то, чтобы мы его брали, но как бы мы про это думали. У нас режиссер родился и вырос в городе Ёшкар-Ала. И в отличие от абсолютного большинства режиссеров в России, которые родились и выросли в городе Москва, он что-то понимает про региональную аудиторию. И это на самом деле очень важно, потому что, опять же, тот же фильм «Движение вверх», например, привел еще гигантскую региональную аудиторию, потому что он с ней как-то… Ну, он по другим причинам, а мы в итоге… И вот это, я считаю, было нашим просчетом. И мы его постарались исправить на втором-третьем уикенде, когда мы дорабатывали маркетинг. Очень активно дорабатывали. Сейчас мы до этого дойдем. Но мы сделали ставку все-таки 50 на 50. Мы сохранили приблизительно эту пропорцию. И мне кажется, вот это был наш просчет, потому что в итоге, в итоговых сборах у нас радикально эта пропорция отличается от традиционной. У нас больше двух третей нам принесли регионы, и всего треть нам принесли Москва и Питер. И это очень неспецифическое, это суперредкая ситуация. Что говорит нам о том, что на самом деле, видимо, маркетинг надо было еще больше делать на регионы, при том, что на регионы его делать дешевле, как минимум. Там гораздо меньше стоит стоимость носителей и всего остального. Следующий вопрос, я думал сделать интерактивным, но не буду пытаться, там очень много сложных составляющих. Значит, говоря по-простому, у вас есть четыре крупных составляющих в маркетинговой компании. Это телек, так называемая цифра. Это очень грубо, но это вся диджитал-дистрибьюция соцсети, прямая контекстная реклама, баннеры, показ трейлера в Ютьюбе, Вконтакте. Наружная реклама. Пять, на самом деле, пять. Извините. Есть еще, значит, традиционно здесь есть еще печатные СМИ, но они де-факто не существуют уже в мире, как бы это несуществующая категория. Есть еще радио. И радио существует, кстати, в отличие от журнала. И есть нехарактерный для... Нет, на самом деле, есть еще так называемый BTL. Это сейчас придется все объяснять. Но значит, индор это реклама внутри кинотеатров. да, это вы приходите в кинотеатр и видите там висит постер или кто-то сделал классную штуку и там стоит какой-нибудь стэнди с кем-нибудь или есть интерактивный экран, где показывают кусок вашего фильма или дорожка вместо не знаю, в общем попкорн у нас был у нас было больше 20% попкорна, которые продавались в тот уикенд были брендированы я худею. Достаточно цинично, но работало. Это ничего нам не стоило. Итак, индор. BTL это из рекламы термин, он означает below the line, я сейчас не буду объяснять, что такое below the line. Говоря по-простому, это мероприятие, которое проводится где-то на земле. Девушка, которая, не девушка, молодой человек, кто-то, какой-то человек, который предлагает вам кусочек сыра в супермаркете и говорит, попробуйте, это BTL-акция. Это акция, где пытаются взаимодействовать с человеком прямо напрямую физически. Вам в M-Video говорят, попробуйте этот новый стиральный механизм или стиральный механизм нашумевший. Значит, мастер BTL-акции это Тимур Бекмамбетов. Вот это вот караоке, марафон, под елки, людьми пишем названия городов. Это классные на самом деле акции, но этим надо уметь заниматься и это прям ну это отдельное искусство, мы этим не занимались. Мы ничего про это не знаем. У нас практически не было BTL-я. Есть еще, знаете, важный вопрос, который называется премьера. Очень важный для киношников. Сейчас мы с вами решим, насколько он важный. Так вот, самое большое искусство в том, чтобы распределить, вот у вас есть 100 рублей условные, как их распределить между вот этими вот каналами, да, потому что ваша задача, напомним, охватить аудиторию, на 50% в Москве и Питере, на 50% в регионах, охватить ту аудиторию, которая уже ходит в кинотеатры, вот этот вот стандартный набор людей, которые ходят как в Макдональдс, до них тоже важно все донести. И для них обязательно надо делать рекламу индор, потому что они регулярно ходят в кинотеатры и вы должны, причем в индор входит в том числе, помните, когда мы выбирали прокатчик, и там был трейлеринг, вот это тоже очень важная история, в частности, например, у нас был гениальный трейлеринг, в том смысле, что за два уикенда до нас, 14 февраля, выходил фильм «50 оттенков серого», третий, но тем не менее, он идеально попадал в нужную нам аудиторию, и мы к нему были прикреплены, то есть все зрители, которые пришли в кинотеатры и увидели «50 оттенков серого», увидели наш трейлер, и это бесплатная, очень большая помощь для того, чтобы охватить ту аудиторию, которая и так придет в кинотеатры, но внимание которой нужно выбрать. У нас есть задача привлечь аудиторию, которая не то, чтобы охотно ходит в кинотеатры, наша задача создать фильм-события, и тут вопрос так называемого медиамикса, то есть как мы… Это смешно. Ты что-то хочешь спросить? Нет? Показалось? Сейчас я вам расскажу. Во всем этом, значит, важно, что где-то два месяца до премьеры идет реклама, потом премьера, где-то за два-три дня до первого съемочного, до первого дня показа, и все. И потом вы уже как будто бы ничего не можете сделать. Фильм выходит в кинотеатры, и социальные сети, и обратная связь, и так далее. Значит, прежде чем вот это вот все выбрать, надо еще понимать, к чему мы это будем прикладывать, да? Надо понимать, какова наша дата. И вот, отвечая на вопрос про дату, история такая. Мы думали, что… Мы думали, что мы выйдем в конце марта где-то. там было какое-то место между мейджорскими релизами, еще до Мстителей, какой-то там был уикенд. И мы метили в него. Почему? По двум причинам. Потому что, кто помнит, что у нас было 12 марта? Точно. Выборы. Видите, не очень бы политически активная аудитория. Выборы президента Российской Федерации ни много, ни мало. А это значит, что в медийном поле на каждой из этих площадок будет страшная атака на реципиентов, на ту же всю аудиторию. Вы все боретесь за одну и ту же аудиторию. И… А? 18… Извините, выборы были 18 марта. Да, это я виноват. Все, вы политически активные, а я перегрелся немножечко. 18 марта, тем не менее, это довольно близко. Второй момент. На 8 марта, на который, как бы все хотят, огромный, так называемый, уровень рекламного шума, потому что все крупные бренды, занимающиеся косметикой, бытовой химией, бытовыми приборами и так далее, все усиливают свою атаку, потому что каждый мужчина должен сделать подарок в этот день. И, как бы, это их шанс. И уровень рекламного шума на этот момент означает, и здесь есть еще такое понятие, как инвентарь. У вас есть какое-то ограниченное количество ТВ-спотов, а также в головах зрителя есть ограниченное количество информации, которую он может воспринять. Так вот, за место в головах зрителя борется президент Российской Федерации, а также Ксюша Собчак, а что Титов? Нет, а что кто? Титов, все эти парни борются. Также рядом со мной стоит Проктор Энгэмбл, там, я не знаю, Дженерал Электрик и какие-то еще прекрасные бренды, которые думают о нас и о нашем здоровье. И, как бы, мы мыслили так, что нам, даже имея достаточно большой бюджет, даже если бы мы выбрали большой бюджет, мы с вами выбрали средний, вы выбрали большой, даже если бы мы выбрали большой бюджет, он все равно в сравнении не идет даже с одним, с бюджетом одного условного Head & Shoulders. Head & Shoulders в своем таком же, там, они к этому времени запускают рекламную активность, они на нее тратят в среднем раза в два больше, чем мы на свой один фильм. И это только один бренд делает. я уж молчу про то, то количество медиапосланий, которые делает политическая вся история, иди на выборы, там, сделай правильный выбор, вот это вот все, это уже очень, в медийном смысле это занимает огромный, огромный вес уделений. и поэтому мы думали, что абсолютно бессмысленно нам идти на 8 марта и что мы как бы переждем как независимые продюсеры и выйдем где-то в конце марта. Когда мы пришли в Universal, Universal сказал «дорогие друзья», значит, и там был какой-то ликбез, который заключался вот в чем. Есть золотые уикенды, так называемые, в кинопрокате, это самый понятный из них это уикенд новогодних праздников, уикенд майских праздников и уикенд 8 марта, точнее, ну да, 8 марта и еще 23 февраля. Это все выходные дни, или 23 февраля не выходной день, выходной. Это все выходные дни и это значит, что условно говоря, как мы помним, общие сборы выглядят так, четверг, пятница, суббота, воскресенье, вот у вас появляется еще одна суббота, да, или много суббот, в случае с новогодними праздниками у вас появляется 10 суббот, и все очень хотят в эти 10 суббот. и университет сказал так, мы будем дураки, если мы не попробуем, вы идеально подходите, вы сами того не понимая, создали идеальный фильм для этого уикенда, да еще и этот уикенд как бы впервые за, по-моему, раз в 6 лет, в 7 соответственно, потому что дни там как-то смещаются, раз в 7 лет 8 марта так прилегает к выходным, что там было аж 4 выходных, то есть 4 субботы. Это был самый золотой уикенд относительно нового года, ну, то есть внутри года это был второй по значимости уикенд, за который имеет смысл бороться. Университет сказал, давайте забьем на вот эти ваши опасения, выборы, понимаем, значит, рекламный шум, понимаем, но будем встраиваться в эту позицию, и мы решили в нее встраиваться. Это к вопросу про выбор даты. То есть мы не думали, что мы сдюжим, а Universal сказал, что в этом смысле, даже если вы не дотянете по маркетингу, просто за счет того, что вы будете очень круто расписаны за счет нашего пакета, вы как минимум соберете свою долю от очень большого уикенда. То есть как бы выигрыш больше, чем риск. Мы сказали, хорошо, 8 марта. Класс. И стали играть в игру 8 марта. Так вот, дальше на самом деле самая индустриальная часть про то, как расписать, в каких долях взять вот эту историю. кто... как бы... как бы... не буду играть в интерактив, просто расскажу, потому что тут сложно чего-то гадать. Значит, история такая, наружная реклама работает очень специфическим образом, и ее задача на самом деле сделать так, чтобы зритель где-то увидел вот такой образ, ну не такой, а итоговый. И придя в кинотеатр, как мы знаем, как бы увидел такой же, то есть это значит, что у вас должен обязательно в каждом кинотеатре висеть ваш постер где-то рядом с кассой, или не постер, а уже сейчас в основном на интерактивных экранах должен висеть интерактивный постер, и он должен такой, у него должно произойти узнавание, и он должен отдать деньги за вот этот постер. Наружная реклама работает так, и это самый дорогой способ пообщаться с аудиторией, поэтому наружной рекламы у нас не было. За исключением города Москвы, где нам предложили классный пакет, грех был отказываться, и потому что на самом деле все-таки Москва с точки зрения сборов это самый важный город, и мы решили, как бы, опять же, условно говоря, один щит или один щит на самой проездной улице Москвы и один щит на самой проездной улице Екатеринбурга увидят в несколько раз разное количество людей, и поэтому вложиться в наружную рекламу в Москве казалось неплохой идеей. Не знаю, мне в итоге кажется, что это вообще не сработало, только мой папа позвонил мне и сказал, что видел постеры «Я худею». Не знаю, кто-нибудь у вас видел постеры «Я худею» в наружке? Хорошо, ну, классно, на Москву мы сработали. Поэтому мы почти сразу их вычеркнули. На самом деле, что дальше? Радио, что оказалось, что для регионов это очень важный источник. в Москве очень мало людей слушает радио, большое количество людей уже подключают свой айфон или свой смартфон к колонкам, слушают что-то свое. В регионах это до сих пор очень значимая история, и мы прямо увидели, то есть у нас радио подключалось чуть позже в рамках вот этих двух месяцев нашего рекламного марафона, чем все остальное, и мы каждую неделю видели, как меняется вот этот уровень интереса к нашему кино и узнавания нашего кино. И вот когда подключилось радио, мы прямо увидели, как в регионах подрос уровень бренда верность. Поэтому радио работает в регионах, в Москве как будто бы сколько из вас слушает радио? Кто слушает радио? Ну, видите, меньше трети слушает радио. Значит, до вас мы бы не достучали, до всех остальных мы бы не достучались. И в регионах ровно обратная пропорция. Две трети скорее слушают, треть не слушают. Поэтому с радио такая история. Радио – это регионы. Остается на самом деле всего три крупных истории телевизионной рекламы, индор и цифра. И вам нужно между ними… На самом деле есть еще премьера. Давайте вот про премьеру поговорим. Как вы думаете, сколько людей думает, что премьера нужна? Ага, а сколько думает, что нет? Да, понятно. Вот все дистрибьюторы считают ровно обратным образом. На самом деле премьера ни для чего не нужна. Премьера нужна киношникам самим для… чтобы выйти на сцену, собрать зал, вот, и как-то сказать какие-то важные слова. Вот здесь как бы премьеры не существуют. Когда-то в… собственно, премьера, как и все в кино, кинодистрибьюции, это наследие Голливуда, и когда-то премьера была одним из самых важных событий, потому что вот таких вот каналов почти не было, было радио, пресса, странный телевизор и никакой цифры, и пресса была очень важной частью, и поэтому как это работало? Вы приглашали, например, звезд, а также репортеров, репортеры это все снимали, была красная коровая дорожка, люди в вечерних платьях, они подъезжали в лимузинах, это все было очень красиво, и потом, значит, во всех журналах, во всей прессе, если вам повезло, выходили статьи об этом, и это был ваш удар по целевой аудитории. Сегодня ну, я не знаю, есть только один срез, это вот такой журнал «Сплетник», типа, там, не знаю, Филипп Бедросович со спутницей, значит, был на премьере такой-то, или там в платье Дольче Габбана была какая-то другая звезда, вот, это очень нишевая история, которая на самом деле ничего не дает, за тем исключением, за одним важным исключением. Если у вас есть канал партнер, как, например, у фильма «Движение вверх», то это значит, что у вас на съемке, на событии есть прямой эфир, как правильно, который отправляется непосредственно в новостной блок ВГТРК. Это чудесная история, ради этого точно стоит сделать премьеру, потому что это охват ВГТРК, приложенный к силе звезд, которых вы позвали на премьеру, но если у вас нет партнера канала, ни один из новостных каналов до вас не доедет, даже если вы голливудская премьера. Нет, поэтому на самом деле мы сделали премьеру, но я уверен, никто из вас про нее не знает, хотя там были блогеры, и все было по-настоящему. Что? Да, пожалуйста. Просто я увидел собственно на фильм решил пойти, я вот как мужская аудитория до этого я слышал про фильм и не хотел идти, но пошел, после того, например, сходил Сергей Шнуров и написал себя в блоге о том, что это первый фильм, в котором мне не стыдно за то, что я там снялся. И после этого я узнал такая бортич, перешел туда, и собственно после этого решил предложить жене сходить. Хорошо. Правда в том, что вот это так называемый это наведенная память. Вот сейчас нам продемонстрировал. Спасибо вам за этот отзыв. На самом деле Шнуров был на премьере, но ничего с нее не выложил. Шнуров выложил вот тот отзыв, про который вы говорите через три дня. Он уехал с премьеры, он вышел значит на дорожку, сфотографировался и уехал. Он не видел фильм. Он посмотрел фильм 10 мая и после этого сказал я хуею Марта и выложил пост про то, что ему понравилось, что вроде действительно есть фильм в духе Шнурова и вы увидели вот этот пост. Может быть он прикрепил фотку с премьеры в инстаграме, это другой вопрос, но на самом деле премьера для этого была не нужна. Он просто сходил в кинотеатр сам где-то в Санкт-Петербурге посмотрел кино и оно ему понравилось и он вообще не координируясь с нами выложил этот пост. Поэтому опять же все деньги, которые мы потратили на премьеру ушли в песок. Это несколько миллионов рублей, чтобы вы понимали. Не то, чтобы очень жалко, но когда вы независимый продюсер, вы прямо думаете про это. Дальше есть разные подходы. Значит, история такая. Вот в этом медиамиксе самая простая и самая контролируемая история это вот это. Потому что все цифровые носители наиболее измеряемые. Вы можете управлять стоимостью контакта, вы можете очень точно оценивать, вы можете задавать полувозрастные характеристики аудитории, до которой вы хотите достучаться. То есть я говорю, мне нужны люди, которые ходят в кино 18-25, мальчики, девочки, поехали. Значит, и платить только за этих людей. И поэтому вообще стандартная история на сегодня в том, чтобы баланс... Да, пожалуйста. Так, давайте. премьера именно большая, которая в Коро проходит за неделю. И как вот за эту неделю не растерять вот этот весь медиашум? Вот в этой вот неделе за нее ведь еще может много всего произойти. Может быть, ну или это по каким-то причинам еще делается? премьера была 5-го марта. Не за неделю. Премьера была за... Или даже 6-го, я не помню, 5-го или 6-го. Короче, она была либо за два, либо за один день до релиза, либо за два дня до релиза. И это большой вопрос, потому что, условно говоря, приходит пара видеоблогеров, говорит, это как бы новые защитники, и запускает какую-то волну, которую мы уже не контролируем, при том, что вот это мы очень контролируем, мы очень подбираем контент, придумываем, как мы это все будем программировать и таргетировать, а как бы вот эта коммуникация с премьерой действительно очень неконтролируема. Поэтому как раз независимо от качества кино премьеру предвигают максимально близко к фильму, а в абсолютном большинстве случаев есть еще в этот же день проводится показ для блогеров и для инфлюенсеров, как это называется, то есть тех, кто из вас не говорит по-английски, для тех, для людей, обладающих влиянием в соцмедиа. Хотя, как говорит мой партнер Коля Куликов, если вы не владеете английским, непонятно, что вы делаете в кинобизнесе. Значит, инфлюенсеры, для инфлюенсеров проводится показ и как правило накладывается эмбарго, им говорят, до момента релиза вы ничего не пишете, потому что иначе я не могу управлять коммуникацией, потому что здесь я приложил как бы сотни тысяч, миллионы долларов к тому, чтобы, как правило, например, в голливудском фильме тратиться на маркетинг больше, чем на производство фильма. То есть, если фильм стоил 100 миллионов долларов, то на маркетинг тратится больше, 150, например. И в этом смысле, если я сначала потратил на производство, да еще и потратил на маркетинг, позволить какому-то блогеру или инфлюенсеру на последней миле мне выкатить какой-то неожиданный привет, я не могу. Поэтому эта коммуникация действительно очень управляемая. И, как правило, на премьеру вы зовете друзей. И более того, на самом деле, есть еще другое правило, что зал премьерный, он очень благодарный, потому что половина зала это съемочная группа и родственники съемочной группы, а другая половина это друзья родственников съемочной группы. И просто счастье увидеть близких на экране или в титрах, оно часто перебивает эффект от фильма. Это премьерный показ вообще никакого отношения к зрительскому не имеет. И поэтому, как правило, отзывы от него ну как минимум не отрицательны. Вот. И поэтому там эти риски как бы снижены. Вот. Значит, Маша говорит, что нам нужно ускоряться. Да. Я постараюсь за 10 минут закончить. Значит, что мы сделали? Мы потратили деньги где-то по 30% на каждой из вот этих поверхностей, потому что на самом деле телевизором мы охватывали большую аудиторию за пределами Москвы и создавали бренд-авернесс. цифрой мы захватывали ту аудиторию, которая не смотрит телевизор и задавали тональность, потому что в цифре вы можете в чем волшебство? Вы можете создать гораздо большее количество информационных поводов. У вас есть и тизер, и трейлер, и посты в соцсетях ваших звезд и так далее, а в телеке у вас есть 15-секундный спот. Я худею во всех кинотеатрах страны. На самом деле не очень отличается телевизионный спот от постера по посылу, по тому, что вы можете в него впихнуть. Поэтому, как правило, это шутка, если это комедия, может быть, две шутки, если вам повезло с фильмом, и постер, и, значит, надо выжечь в мозгу зрителя дату. И образ, как правило, тоже постер в конце, чтобы он, придя в кинотеатр, увидел индор и купил билет. Мы сделали, разложили наши 100% бюджета приблизительно по 30% в каждую из корзин. Это было очень успешно, при том, что у нас были некоторые вопросы с первым каналом. Да, прям могу лучше. Были, история была такая, мы договорились на коммерческих условиях о размещении в программе «Вечерний Ургант», но из-за выборов «Вечерний Ургант» сняли с показа. Он должен был выйти 6 марта. Саша Бортич должна была прийти, подбежать к Останкину, но нет, просто прийти к Урганту, и они сняли этот эфир. И для нас это был прямо гигантский удар, потому что мы довольно сильно на это рассчитывали. И в ответ на это в итоге волшебным образом «Вечерний Ургант» вышел ко второму уикенду. И это в итоге сработало гораздо лучше, потому что что случилось? Мы разложили наши яйца в три корзины, выпустили это, долго оттачивали трейлер, на трейлер мы потратили тоже полтора месяца, то есть все киарты мы делали просто со страшным боем, и это отдельное искусство, про которое я могу отдельно сделать отдельный мастер-класс. Итак, мы сделали некий киарт с посылом, что это в целом комедия, хорошая русская комедия с шутками, но не слишком жесткое и не слишком романтическое, чтобы не отпугнуть мальчиков еще, потому что надо было еще, вот, еще наша очень важная задача коммуникации была в том, чтобы в каждом киарте сказать юноши, вы не пожалеете, что пойдете, потому что что женщины найдут в этом фильме более-менее понятно, а вот как это продать мужчине вообще не очевидно, вот, и мы как бы вытачивали каждый киарт под вот это, запустили это в атмосферу, все это прошло, мы провели некую маркетинговую кампанию, и мы видели, что у нас хороший будет старт, мы видели, что у нас узнавание без подсказки, достаточно хорошее, то, которое соответствует хорошему старту среднего успешного фильма на начало уикенда, и потом случилось как бы то, что случилось, и дальше, к сожалению, у меня нету никакого special sauce, про который я мог бы рассказать, дальше начал работать собственно фильм, мы запустили его, и наш уикенд стал самым успешным уикендом за всю историю российского кинопроката, то есть в первый день, собственно, 8 марта, мы собрали, наш первый день был самым успешным, то есть ни один русский фильм, включая движение вверх, ни один русский фильм за первый день не собирал больше, чем мы. Это произошло за счет того, что мы очень попали в историю с 8 марта, потому что есть некая обязанность, у Вадима Иванова, генерального директора универсала, есть такая история, он говорит, я люблю, значит, я покупаю своей жене, как и все, букет на 8 марта, я приезжаю, говорит, там, в какой-то ларек, там, на каховке, стою в очереди, и стоит мужчина, и он возмущается, он говорит, ну, просто охренели, вот в прошлом году розы были на 20 рублей дешевле, и он говорит, я понимаю, что он раз в год приезжает за цветами, и полочереди, как бы, тоже, но вот раз в год он должен, вот, и это был наш шанс, и мы его волшебным образом использовали, вот, и дальше пошла обратная связь, так называемый сарафан, киношники это называют, что мы увидели, что мы попали в женскую аудиторию даже больше, чем мы представляли, во-первых, начал жить хэштег я худею в кино, который зрители сами создали, мы поддерживали хэштег я худею, и мы увидели, что девушки, и это редчайшая история, девушки ходят большими компаниями, 5-6 девчонок с шампанским и каким-то попкорном, и просто мы увидели огромное количество женщин, которые пошли компаниями на это кино 8 марта, даже не с молодыми людьми, сами пошли, и еще всем рассказали об этом, и это было невероятное ощущение, потому что мы вообще этого даже пред... Да, пожалуйста, там есть вопрос. Вопрос такой, закладывали ли мы в медиаплан работу с инфлюенсерами? Какую эту аудиторию? Это не аудитория, это канал коммуникации. Мы сделали показ для блогеров. Вот Андрей Русанов был на этом показе, вышел, как бы сказал, ну, кино. Вот. И блогеры в основном вышли в таком же приблизительном состоянии. Не то чтобы... А? Мы не закупали блогеров, потому что история такая... Точнее, мы закупили блогеров на третьем уикенде, чтобы совсем поддержать историю, но у нас было... Посмотрите, у них у всех Кулик 2 миллиона подписчиков в Инстаграме, Ира Горбачева 2 миллиона подписчиков в Инстаграме, Шнуров 5 миллионов подписчиков в Инстаграме, даже Илья Найшулер это почти миллион подписчиков в Инстаграме. Кроме того, у нас была великая звезда Екатерина Зуева, это женщина, которая появляется в одном кадре, где она бежит, такая женщина с фантастической фигурой, которая бежит в сцене в фитнесе, и это эротическая звезда Инстаграма, у нее за 10 миллионов подписчиков. В общем, с соцсетями у нас все было неплохо, как бы, на начальном этапе, и поэтому нет, мы... И это была довольно принципиальная позиция, мы вообще за это не платили, и, собственно, и не очень собирались. И, на самом деле, я думаю, и не надо было платить и на третьем уикенде, потому что тот уровень естественной обратной связи в соцсетях, который мы увидели, изумил всех. И дальше наша задача была, как выяснилось, к успеху тоже надо готовиться. Потому что наша обычная стратегия выглядит так. Мы делаем вот этот маркетинг, два месяца, он постепенно нарастает, нарастает, нарастает к дате релиза, и потом, на самом деле, дистрибьютор замолкает. То есть никакой рекламы дальше не идет, потому что базовое правило в том, что кино живет два уикенда. Первый уикенд львиные сборы, точнее, базовые цифры выглядят так. Первый уикенд это половина от всех сборов, которые у вас будут. То есть за первый уикенд вы заработали 100 рублей, всего сборы у вас будут 200 рублей. Это базовое правило. Фильмы, которые выходят из этого правила, это фильмы-события. Мы не очень в бизнес-плане, мы не рассчитывали ни в коем случае, что мы фильм-события рассчитывали на два уикенда. Мы рассчитывали, что у нас золотой уикенд 8 марта, потом плохой уикенд, ну, прямо очень мощное падение, и после этого какой-то там докрутка, допрокат. И когда мы увидели такой аптейк, мы на самом деле были к этому не готовы. И важный урок, который мы вынесли, что надо просчитывать и позитивный кейс тоже, потому что у нас не было никаких патронов заготовленных на случай, если мы выстрелим сильно выше наших ожиданий. И в этом смысле на нас классно сработал вечерний ургант, на нас классно сработал шнуров, который выложился в конце первого уикенда, на нас классно сработали несколько радиостанций, которые вышли на нас региональных и предложили нам интервью с нашими звездами, и наши звезды согласились дать им огромное количество интервью. И мы круто поддержали второй уикенд. А, и что мы сделали еще у нас? Мы работали со своими соцсетями, Коля Куликов лично руками вел наш инстаграм, отвечал всем, тратил какое-то дикое количество времени, писал смешные посты, комментарии и так далее, и ВКонтакте. И у нас были довольно крупные группы во ВКонтакте. ВКонтакте был медийным партнером, и поэтому накачивал нашу группу в какой-то момент, и накачивал наш трейлер, они накидывали большое количество промо на трейлер, и в момент, когда пошла обратная связь, мы через свои каналы, доступные нам, стали эту обратную связь транслировать дальше. Что мы сделали? Мы брали куски из инстаграмов, вот этих женщин, которые, значит, пели на финальных титрах, и танцевали вместе со шнуром под фристайл, мы все это взяли и стали постить это и сеять это в социальных сетях через наших звезд, не покупая. И мы послали несколько съемочных групп в разные кинотеатры, только в Москве, потому что мы были вообще не готовы. И мы сняли обратную реакцию, мы подсняли зрителей, мы спросили, как вам понравилось, и это очень работало. Это были искренние люди, которых мы не покупали, которые, правда, говорили, что это классное кино, была поставлена задача найти хотя бы нескольких мужчин еще, которые скажут честно такой текст. Она была выполнена честно. И мы это видео тоже стали продвигать. То есть вопрос в том, что продвигать вот через эти, даже если у вас есть деньги, после того, как вы запустились, продвигать трейлер, например, бессмысленно, продвигать какой-то киарт, бессмысленно. Вам нужен какой-то новый тип контента, какие-то новые штуки, какие-то новые куски информации, которые нужно продвигать. Это большой вызов, и мы вынуждены были, если мы на предыдущие куски, на каждый предыдущий кусок мы потратили по полтора месяца, то эти мы клепали буквально за день-два. Universal был в ужасе от этого. Но тут как бы срослось много всего, и наш вот этот контент очень хорошо вспоминялся. Там был вопрос. Добрый вечер. Добрый. Мария и Сергея, спасибо большое за бесплатную лекцию. Столько информации, живой, полезной, прямо с передовой. Спасибо большое. Вопрос. Скажите, пожалуйста, на каком этапе кинопроизводства вы зашли к мейджорам? На этапе съемок, на этапе постпродакшен? Вы позже пришли, да? Нет, я слушала, я прослушала. Или вы уже, фильм был полностью готов к прокату? Еще раз. Мы зашли к мейджорам между первым съемочным блоком и вторым съемочным блоком. Мы только начали второй съемочный блок, у нас был смонтированный первый съемочный блок, мы взяли ключевые сцены оттуда, добавили огненную сцену со шнуром, который мы сняли в первый день второго съемочного блока и пошли к прокачке. Хорошо, спасибо большое. Пожалуйста. Теперь вопрос. Да. Теперь внимание, вопрос. Да. Они как-то диктовали свои условия на производство? То есть, эти актеры вообще ничего? Нет. А уже было поздно? Ну, то есть, в смысле, полфильма уже снять то, что они могут сказать? Более того, они все занимают позицию, что они не лезут, они ничего не понимают в кинопроизводстве. В хорошем смысле. У них вообще другая, вот это все, этим можно заниматься всю жизнь. И они в самом кинопроизводстве понимают очень мало. Они понимают только в конечном продукте, а на самом деле они понимают в том, как этот конечный продукт из этого сделать другой продукт, который они знают, как продавать. А вот как делать вот этот продукт, и не очень, понимают, и не хотят. И они занимают честно такую позицию. Можно еще один, пожалуйста? Мне кажется, это будет… Ну, хорошо. В процентном соотношении кассовые сборы были больше в регионах или в Москве и в Питере? Я же сказал. Да что ж такое-то? Послушайте. Будет видеозапись. Две трети было в регионах и треть в Москве и Питере. И вот там еще молодой человек… Молодой человек? Да, видимо, есть какой-то. Сейчас, да. И сейчас я доскажу, и мы перейдем прямо вообще к вопросу. Как удалось все-таки с самого начала мотивировать Бортич худеть, толстеть? Хороший вопрос. Здесь важна некоторая предыстория, которую вот… Сейчас мы проведем эксперимент. Кто из вас смотрел фильм «Как меня зовут?»? Ну, ладно, киношная аудитория. Где-то треть зала смотрела фильм «Как меня зовут?» «Как меня зовут?» Это дебютный фильм Егинеса и Фулаевой, где играл Саша Бортич. И надо понимать, что до этого… Который тоже продюсировал Сергей Корнихин. Который тоже продюсировал по счастливой случайности. Да, Сергей Корнихин продюсировал. Надо понимать, что Саша Бортич до этого фильма не существовала. То есть она нигде не снималась, у нее нет профессионального образования, и мы в некотором смысле пошли на гигантские продюсерские риски, взяв девушку без образования, играть главную роль в суперсложном драматическом кино. И она блестяще, как мне кажется, блестяще с этим справилась. Мы показали это кино на Кинотавре, и после этого про Сашу Бортич узнал, а Кинотавра — это главный киносмотр строя, российского киностроя. И про нее узнали все русские продюсеры, и после этого Саша Бортич сразу ее застолбили на неуловимых, на не селфи, а как этот фильм с Данилой Козловым, Духлес, второй Духлес, потом Викинг, сериалы. То есть Саша Бортич просто взлетела ракетой в некотором смысле благодаря нам, благодаря тому, что мы пошли на этот риск. И Саша, надо понимать, что Саша Бортич 18-й исполнился на нашей съемочной площадке. И поэтому у нас в некотором смысле специальные с ней отношения, и она говорит очень просто, она говорит, Серега, вот ты скажешь, я сделаю. Ну в смысле, и это не только Косе, это не потому, что Серега, а потому, что у нее довольно, она вот из поколения, на самом деле, она из поколения звезд голливудских. и она считает так, что она во многих интервью это говорит, она говорит, я не вижу никакой проблемы сделать все, что угодно. Если это драматургически оправдано, поцеловаться с девочкой, сбрить волосы, сделать все, что угодно, как бы, нет никаких проблем. Потому что мы, блин, здесь для этого. как бы, я актер, я как бы форма, из которой надо лепить. И поэтому, более того, она пришла, и Леша Нужный, когда она пришла на пробы, сказал, ну класс, но это же просто идеальная блондинка с идеальным телом, что мы с ней будем делать? Она подготовилась и принесла нам фотографии своего 18-летнего возраста, что не так, кстати, давно было, где она толстый подросток. Вот. И Алексей Нужный сказал, утверждаем. Вот. Поэтому не то, чтобы она соглашалась, она нам сразу сказала, и она мне сразу сказала, Сережа, я тебе верю, как продюсеру, и я знаю, что это будет для меня достаточно безопасно. И что мы этим не воспользуемся в плохом смысле. И в каком-то, ну, потому что много можно представить разных вариантов. Например, был вариант в какой-то момент слить, черный вариант, слить каком-то Live.ru, как толстая Бортич снимается на съемочной пластинке. Был бы вполне вирусный вариант, но мы не пошли на это. И Саша Бортич нам в этом поверила. Поэтому в некотором смысле это был ее посыл. Она была готова, и она, собственно, готова. То есть, если у вас есть какие-то классные идеи для Саши Бортич, она готова. Давайте я доскажу три слова про… У меня, собственно, закончилось, смотрите, лего. На самом деле, я почти все сказал. То есть, вот мы выпустили фильм, вот пошла первая волна, и мы не были готовы к этому успеху, поэтому контент, который мы производили, мы клепали прямо на ходу. Слава Богу, он каким-то получился и получил тоже большой спрос. Плюс нас очень поддержал, повторюсь, вечерний Ургант, потому что это был большой… Это был посыл от первого канала, дорогие друзья, как бы это approved. Более того, они… Я так понимаю, что мы как-то легли в политическую линию, они как бы сказали, вот будет уикенд, там будут выборы президента скоро, и пойдите, посмотрите хорошее кино. Вот. И как-то интересы всех со всеми совпали, и мы получили еще довольно большую аудиторию в регионах, которая, собственно, смотрит первый канал. И после этого наш прокат продолжался 9 недель против трех, которые мы ожидали. И на самом деле большой вопрос в том, чтобы… Ну, я готов, кстати, послушать ваши идеи, что бы можно было сделать еще на третьем, четвертом, пятом, шестом уикенде, как поддерживать этот огонь, потому что есть классный кейс фильма «Лед» и классный кейс фильма «Движение вверх», у которых есть доступ к новостным блокам телеканала «ВГТРК», который каждую неделю говорит, установлен новый рекорд. Люди… И они показывают вот этих светящихся людей, которые выходят, говорят, это невероятное кино, мы ответили Голливуду, там, уж там… Ну, неважно, что-то… Они искренне выражают свои эмоции, но у этого контента есть гигантская платформа с огромным охватом на всю страну. Вот если у вас нету доступа к такой платформе, чего делать? На самом деле, у меня до сих пор нет ответа. Тимур Бекмамбетов, значит, который с нами встретился к концу второго уикенда, сказал, «Захуясьте со Шнуром что-нибудь, что-нибудь народное такое, пусть он поедет по стране». И вот я уверен, что… А? Ёлки, абсолютно. И Тимур, я уверен, все классно сделал, но, к сожалению, у нас мы сразу понимали, что Шнурова мы так использовать не можем. Точнее, он просто сказал, «Я не буду в этом участвовать». И то, что он выложил пост про нас в своем инстаграме, это было абсолютно его решение. Мы ему за это страшно признательны. Мы даже на это не рассчитывали. И у меня до сих пор вопрос. Мне хотелось бы, как независимому продюсеру, что-то сделать с вот этой волной. Она еще долго довольно шла. Но, по сути, мы ничего сильного не придумали, чтобы ее поддерживать. И вот такой неожиданно открытый финал. Вот так выглядел маркетинг фильма «Я худею». И так выглядит маркетинг более-менее любого фильма, кроме… На самом деле любого, потому что все после третьего уикенда заканчивают какой-то маркетинг, кроме людей, у которых есть канал «Партнер». «Я страшно благодарен Московской школе кино и всем вам, что вы пришли». Друзья, давайте поаплодируем Сергею Корникину. Спасибо большое. Спасибо. Это очень приятно. Ну, наконец-то у нас есть время для вопросов из зала. Сереж, готов? А давайте сразу идею вам дам. Уже просили. Давайте. Вы взамен расскажете, если вы по 30% потратили, что в итоге, по-вашему, выстрелило хотя бы… Что в итоге выстрелило на первые два уикенда? Вот вы по 30% раскидали, а цифра дала больше, по вашему ощущению, чем там Endority и Telek? Хотя, я понимаю, посчитать сложно, но вот… Никто не знает. Правда в том, я могу поделиться своими gut feelings. Я считаю, что сработала цифра. Да, потому что Telek построил бренд-эвернесс, мы видели какую-то взаимосвязь с метриками, то есть мы из недели в неделю видели, как там прибавляется бренд-эвернесс, но с точки зрения посыла, конечно, сработала цифровая. Они уходят. Уходите. На самом деле, друзья, мы… То есть, если вы хотите, не чувствуете себя обязанными, пожалуйста, у вас там пятница, вечер, друзья, женщины, футбол, я не знаю, мужчины, дети, все. Пожалуйста, не чувствуйте себя обязанными, я не расстроюсь. Я расстроюсь, на самом деле. У вас в кино была классная история с бегом, это популярная такая сейчас вещь, наверное, в уикенде на третьем, когда уже вроде пошла там какой-то спад, вы могли просто сделать такой и региональный, и московский, ну, не знаю, флешмоб с забегом в Москве, с бортич, где-то там еще, с каким-то мерчем, я не знаю, но все равно такой какой-то, он вроде и про спорт, и вроде и про фильм, те, кто не дошли, еще дошли. Проблема, значит, мы думаем, конечно, марафон, это первое, что пришло нам в голову, и более того, мы прямо активно про него думали, но проблема с марафоном, что тебе нужно его маркетировать отдельно, и, то есть, тебе нужно эту историю рассказать какой-то аудитории, чтобы какие-то люди пришли и так далее, а главное, что это мероприятие, которое требует, если вы помните, что было 8 марта в Москве, ну, а в регионах страшно себе представить, это был снег просто на улицах, и марафон, это вот сейчас классная идея сделать марафон, а сделать людей, это довольно все выглядит, то есть, Тимур Бекмамбетов, елки, и вот эта вся красота, это классно работает с зимним антуражем, а когда тебе нужно поддержать, на самом деле, летний фильм 8 марта, марафон, или до 8 марта, марафон оказался не такой классной идеей, и мы в итоге на это не пошли, потому что он может просто провалиться, и главное, это надо придумывать, какой-то еще вирусный движок, потому что в идеале… Кросспрома с Макдональдсом, Цинично. Кросспрома с Макдональдсом, это довольно цинично, нам, у нас была пара таких вариантов, вопрос в том, что я думаю, что это можно сделать на «Я худею 2», да, или на «Горько 2», но когда у тебя первый фильм, для Макдональдс ты не существуешь, да ни для кого не существуешь, ты говоришь, ну вот у нас там комедия, Саша Бортич худеет, очень интересно. То есть, ну, до 8 марта мы были «Гуляй Васей», мы были фильмом, который бы собрал 150 миллионов рублей, меньше миллиона зрителей, а значит, никакому крупному бренду мы не интересны, и им возиться с нами, играть в какую-то историю, более того, у нас было еще ограничение, что мы не можем, на самом деле, товарный знак принадлежит НТВ, и мы не могли заниматься, на самом деле, полноценными интеграциями с брендами, потому что это дополнительное извлечение прибыли из бренда, а у нас есть только права на извлечение прибыли из киноистории. Но главное, Макдональдс, опять же, это не быстрая история, потому что Макдональдс планирует свои медиасплиты, то есть он март планирует в сентябре, а продакшн, а? Раньше. Вот у нас есть специалисты из медиаиндустрии, планируют раньше, а продакшном занимается всю осень, и так, чтобы, значит, в марте это выходит. Опять же, во-первых, в осень у нас просто не существует, у нас просто даже кино еще нет, и, ну, если бы мы знали, что мы будем фильмом событием, это могло бы сработать. Короче, ни с какими крупными брендами невозможно. Вот второй, когда у нас есть уже некая история успеха, можно себе представить, но, опять же, это не быстрый, это не ответ на, чего можно сделать. Вот у меня есть несколько дней и много денег, например. Universal говорит, давайте еще, давайте потратим еще деньги. Куда их потратить, непонятно. Да, пожалуйста. На каких условиях актеры поддерживали фильм, особенно на вторых, в третьем викинде, и это было в контракте? Сами? Как правило, в контракте прописываются довольно общие правила о том, как актер должен поддерживать, и на самом деле это значит, что де-факто ты каждую публикацию с ним согласовываешь. Например, у Саши Бортича есть довольно понятная позиция, она не работает с желтой прессой, ни с какой, потому что, ну, у ее агента, и у нее есть такая позиция, и у Иры Горбачевой на самом деле тоже. И это значило, что все вот эти охватные, классные чуваки нам недоступны. А почему-то со мной они не хотели делать интервью и ставить на разворот. А? Торс. Да, да, вот. Ну, да, это надо работать мне еще в эту сторону. И поэтому все артисты на самом деле пошли по пути шнура. То есть мы, у нас было какое-то количество активностей, которые мы для них организовали. Ну, то есть Саша Бортич снялась в нескольких журналах, но это ничтожный охват по сравнению с одним выходом рекламного ролика на телевидении. И там Ира Горбачева дала пару интервью, Саша дала пару интервью каким-то хайбрау изданиям. И все. А дальше собственно, от них ничего и не требовалось, но дальше они на момент релиза сами решили. Они все посмотрели, им всем очень понравилось. Бортич даже выложила свою реакцию, когда она рыдает, когда она первый раз... Вот это была спродюсированная история или это была ее абсолютная? Нет, нет, это абсолютно искренне. Она сама захотела это сделать. Я ей прислал закрытую ссылку, она посмотрела. Мы страшно, мы всем продюсерским советом сидели, сжав ягодицы, потому что она могла отреагировать как угодно, она не знала, как это будет, и на самом деле она могла сказать, я не пойду на премьеру, например, или... Ну, то есть она могла отреагировать как угодно, и то, что она рыдала, записала это и выложила это в Инстаграм, мы к этому не имеем никакого отношения, все движения наших звезд были ими самими инспирированы. Мы иногда им давали какие-то... Ну, они все вышли на меня и сказали, пришли, пожалуйста, трейлер, нарезанный для Инстаграма, минутку, как бы, мы его выложим, но это не то, поэтому Кулик вообще проявил суперинициативу, привел несколько крутых блогеров на премьеру, сделал несколько видосов, то поставил у себя в профиле ссылку на трейлер, ну, он как бы вообще за такую диджитал движуху. Опять же, шнуров нет, и... Больше звезд то у нас и нет. Еще вопросы? Да, вот там есть. Сейчас. Пожалуйста, в микрофон, если можно. Уже есть. Да. Вопрос такой. Вот, учитывая то, что, в принципе, потребление диджитал-контента очень сильно увеличивается, там, и мобайл, и десктоп, и так далее, неужели действительно все еще в ТВ существует такая сильная вера вот именно в киноиндустрии? Потому что, все-таки, во-первых, ну, мне лично странным кажется, когда фильм еще не вышел, он уже рекламируется по ТВ, но, как бы, потребить контент человек не может. То есть, как бы, это не вливание или в что-то ненужное? Плюс ко всему, когда у вас аудитория молодая достаточно, которая как раз-таки является активными юзерами вот всех онлайн возможных каналов, насколько действительно оправдана ТВ? Ну, здесь мы не говорим про Урганта, конечно же. Урган, кстати, очень специфическая история, на очень нишевую в этом смысле аудиторию, у него достаточно позднее время эфира. Насколько оправдан телек? Очень оправдан, потому что это единственная возможность быстро построить охват и захватить, во-первых, все те, кто смотрит, все те, про кого вы думаете, что они потребляют диджитал, они, например, смотрят канал ТНТ в огромном количестве, доля ТНТ по молодежной аудитории самая большая среди всех каналов страны. И они классно с ней работают, и на самом деле, особенно если мы говорим о регионах, они, там телесмотрение очень большое, и если вам нужно быстро, за, вот мгновенно, за несколько дней донести свое сообщение до многих миллионов пользователей, то телевизор пока что с точки зрения мгновенного построения охвата, самая эффективная платформа с точки зрения стоимости за контакт. Дальше это целая маркетинговая телега, как это все вычисляется, но пока что он эффективен. Сейчас, вот в этом году, видео, цифровая реклама, бюджеты, которые рекламодатели тратят на цифровую рекламу, впервые за все время стали больше, чем те, которые они тратят на телек в России. Но это пока очень медленный тренд, и пока что, если вам нужна охватная компания, телек, это, к сожалению, или к счастью, факт в том, что это работающее средство, чтобы построить охват. Сереж, еще более того, в интернете большая часть этого бюджета это все равно контекст. Контекстом знания о бренде не построить. Это все равно. Это, кстати, неправда. В том смысле, расскажи об этом. У тебя есть примеры использования контекста, я худею. Мы не покупали контекст вообще. Ноль мы купили контекста. Мы покупали, мы покупали, собственно, имиджевые размещения так называемые. У тебя с изображением какие-то? Да, да, да. Мы покупали, мы покупали главную страницу Яндекса, мы покупали баннер. Но это уже имиджевое. Здесь есть возможность построения, как бы узнавания бренда, потому что все равно его вы строили. То есть контекстом, когда ты стимулируешь именно покупку уже чего-то здесь и сейчас. А вот это, кстати, пока не выстроенная история. То есть это как раз идеальная модель. Я выстроил бренд-эвернесс, а потом контекстной рекламой прям сразу продал все билеты. Но пока это не работает, к сожалению. И все мейджоры, Рамблер вообще считает, что он сейчас построил вертикальный холдинг и возможно так и есть. И прям мне очень интересна эта модель. И на самом деле, я думаю, что в ближайшие несколько лет мы увидим, как цифровые инструменты в смысле продажи действий будут развиваться в эту сторону. Пока вот ровно на сегодняшний момент, например, опять же, я знаю, что западные коллеги или друзья из универсного об этом рассказывали и из других мейджоров, что они имеют возможность как раз докупать вот эти оставшиеся 20%. У них есть такая система измерений, кросс-платформенная, что они могут, вот они знают, вот эти 80 про вас уже знают, а вот эти 20 не знают, и они прямо могут пойти в цифру и их докупить, прямо суперточечно. А у нас пока нету такой истории, поэтому мы жили в той реальности, которая у нас была, и телек мы покупали. Да. Сейчас, вот там был молодой человек. Да, на самом деле молодой человек, простите, девушка была первой, потом вы, потом вы. Очень много желающих. Сергей, спасибо большое за лекцию. У меня такой вопрос. На самом деле, очень много вопросов, которые уже задали, и я хотела задать, и про Сашу Борщу, про контекст и рекламу. Но вопрос у меня про огромнейший мейджер, например, есть такие продюсеры, как Леонид Верещагин, вы, естественно, его знаете, и он просто невероятная какая-то машина, убийца, кит по сравнению с независимыми продюсерами. Вот как бороться, кооперироваться с ними, взаимодействовать, или что делаете, когда вы, например, начинающий продюсер, независимый, но вы знаете, в том, что компания 3Т занимает большую часть рынка, и они просто огромные гиганты. Попания 3Т, кстати, если спросить для Нида Верещагин, спасибо большое. Пожалуйста. Они скажут, что они кинобутик. Это его любимая формулировка. Компания 3Т выпускает один фильм в 2-3 года. В отличие от какого-нибудь Феди Бондарчука, который молодец, выпускает по нескому фильму в год. Компания 3Т выпускает один фильм в 2-3 года. Очень ими занимается и выпускает. И поэтому я не согласен тут с постановкой. В этом смысле есть гораздо более деятельные кинокомпании. СТВ, Сельянов выпускает очень много, Бондарчук выпускает очень много. А вот, например, или есть там… Опять же, это зависит от того, я бы сказал, что это зависит от того, в какую нишу вы хотите попасть. Условно говоря, если у вас есть семейное кино, идите к Бекламбетову или к Hello Black and White. У них все построено для того, чтобы вас сразу взять ваш проект и как бы приложить к нему свои мощности. Если у вас есть проект супер-блокбастера, идите к Бондарчуку и к… Сереж, вопрос был скорее идти или не идти. Рисковать самим или прислоняться к старшим товарищам? Значит, я бы сказал, идите. Если у вас есть возможность эти риски отдать старшим товарищам, отдавайте старшим товарищам, не продавайте свою независимость. То есть, тут это вопрос… Опять же, вопрос того, если вы продюсер и вам, например, не так важна независимость, а вам важно бабло, например, то это тоже нормальная, честная позиция, классная, то идите и продавайтесь и отдавайте творческий контроль. Если вы хотите как бы высказываться еще как-то, у вас есть какие-то там амбиции, не дай бог, то идите, сотрудничайте, но не отдавайте творческий контроль. Попытайтесь. Мы попытались так сделать, нам как бы… Мы скорее в вынужденной ситуации это сделали. То есть, когда нам по большому счету все сказали мило, но как вот Андрей Риверсов, ну, кино. Да-да-да, да, у нас был… Вот, он топил за Оксану Соколова, у нас был серьезный конкурент на уикенде, ну, здравствуй, Оксана Соколова, тоже комедия. Вот, поэтому мой ответ продюсерский, конечно, обязательно попробуйте диверсифицировать свои риски, потому что у вас одних, если только у вас есть шанс сохранить свое продюсерское видение, контроль или хотя бы право голоса в выборе дистрибуционной стратегии, маркетинговой стратегии, идите и договаривайтесь. Это гораздо более прямой путь. После того, как вы станете сопродюсером нового Горька, вам будет никто не нужен. Если вы им станете. Но проще стать сопродюсером нового Горька с Бекмамбетовым, чем без него. Прямо сто процентов. Поэтому идите и договаривайтесь. Молодой человек там был. Да, Сергей, у меня вопрос. Немножко возвращаясь к предыдущей теме по поводу диджитала и интернета. Вы сказали в основном про инфлюенсеров и блогеров инстаграма, я так понимаю, тот же там шнур и прочие товарищи. Это в основном инстаграмная история. И в инстаграме у нас по факту охват это 8-10%. То есть Facebook зарезает сейчас охваты и больше 10% аудитории из 2 миллионов подписчиков получить нельзя. Это максимум 200 тысяч. При этом вы как-то YouTube промолчали достаточно. YouTube дает возможность сейчас 5-10 миллионов в день получать при цене контакта от 10 копеек за контакт. Можете как-то озвучить с YouTube был опыт и почему не знаю если вы знаете про вообще цена 10 копеек за контакт дохрена. Это прям много. Это дорого. Мы не покупали YouTube. Точнее мы покупали уже потом но глобально основную аудиторию мы получили органическим образом на YouTube. Основные просмотры трейлера на YouTube мы получили органическим образом. Если говорить про я согласен что у YouTube в разы это математически это очень просто у YouTube в разы больше охват чем всех соц. сетей кроме ВКонтакте вместе взятых и поэтому у нас был как бы YouTube и ВКонтакте это главные точки где ты распространяешь свой трейлер мы приложили ВКонтакте мы заручились партнерством в YouTube волшебным образом нам повезло но вся вся коммуникация из Инстаграма вела на ютубовский трейлер все наши звезды выкладывали ссылку на ютубовский трейлер и в этом смысле позицию вы озвучиваете правильную если у вас есть возможность работать на более охватных площадках работайте на более охватных площадках другой вопрос что у нас были классные позиции в Инстаграме и мы отработали их на 200% и еще важно что есть охват а есть лояльность и когда у вас есть супер лояльные последователи того же Жени Кулика которые все перепостили это и так далее то эта волна по охвату может быть сравнима они перепостили это уже в своих разных социальных сетях эта волна по охвату сравнима с вашим купленным охватом в YouTube а по ценности она гораздо больше потому что ты какой-то человек перепостил а не вы купили контакт полученный через какие-то механические средства рекламы Сереж а вот сейчас модная история с нативной рекламой и с аккуратными интеграциями в например в канал Дудя на YouTube пробовали что-то потому что все что ты говорил до этого что все звезды работали совершенно инспирированные собственным вовлечением в картину а было ли что-то продюсерски инспирировано нативное в диджитале хороший вопрос нативная реклама супер я не знаю почти ни одного фильма который бы продвигался нативной рекламой я тоже поэтому спрашиваю потому что это очень специфический продукт и сделать его нативным довольно сложно когда Леонид Парфенов играет в танчики и рекламирует в Wars of Tanks это ну куда еще не шло на самом деле у Дудя не нативная реклама у Дудя это блин рекламная это вставка как на первом канале по большому счету сто процентов вот и нативная реклама бывает у других блогеров или бывает на Медузе как бы но вопрос в том что например там Дудь приглашает Бэт Кобидиан и они разговаривают а я худею не дай бог значит да но ведь такой кейс мог бы быть не инспирированным а прям случиться мог бы прям случиться да значит вопрос в том что усилия я думаю ответ такой усилия которые ты прикладываешь и деньги которые ты прикладываешь к такой нативной рекламе и возможность измерить ее потом они не сравнимы с тем что ты этот же бюджет просто прикладываешь к баннеру на Яндекс то есть это очень много усилий а эффективность гораздо сложнее прочитать потому что на самом деле в чем сложность с блогерами ты на самом деле ничего не знаешь про охват это разговор про следующие уикенды знаешь когда уже не знаешь как бы ты все попробовал медиамикс сложил как инвестор хороший в банке разделяя по типам валют свои 100 рублей а дальше на четвертом третьем четвертом пятом уикене хорошая классная мысль вопрос только в том что нативную рекламу видимо надо довольно долго готовить то есть это проблема в том что это нельзя просто а давайте бьюти блогер посадит Сашу Бортич и будет спрашивать ее как она похудела это не нативная реклама это джинсабу а поскольку в соцсетях уровень чувствительности невероятный то есть вероятность что ты от такой нативной рекламы получишь как бы скорее негативные эффекты в этом смысле идея наверное классная я думаю что стоит готовить такие заранее готовить такие заложенные мины и говорить вот если у нас все получится то вот на третьем уикенде Юра не Юра Юра не будет в такую игру играть ну какой какой это другой видеоблогер популярный Сереж сопряженный с этим вопрос на самом деле про нативную рекламу как обычно есть проблема она формулируется а потом чудесным образом в ответ на это рождается предложение в виде рекламы продукта и так далее но сначала формируется какая-то проблематика фильм я худею на довольно популярную тему создан как осуществлялся поиск идеи и как вы пришли к необходимости или к возможности родить эту идею в таком виде почему это там и можно ли было с этим как-то играть вот как раз созданием проблематики заранее об этом как-то говорить мы не знали очень важный вводный который нам сказал Universal после того как мы уже сняли кино не то что сценарий написали а то что на самом деле маркетировать фильм про похудение рассказывая про похудение нельзя потому что это болезненный болезненная область внутри зрителя или зрительницы головы ее и поэтому апеллировать к нему нельзя потому что у него тогда фильм проассоциируется с очень болезненным опытом и а мы-то думали что можно но еще хороший совет будете делать новый Горько поговорите сначала с маркетологами он много всего расскажет это важно апеллировать к пьянству ну в смысле нет вот Артур Целин как раз представлял для нас такого человека который тоже какую-то часть гипотез отрезал сразу на первом этапе отвечаем на твой вопрос это как раз очень сложная история потому что мы думали что можно мысль Коли и Леши строилась следующим образом для любой хорошей комедии для любого хорошего фильма надо взять болевую точку какую-то по-настоящему болевую в идеале которая болит у максимального количества потенциальных зрителей в идеале у каждого жителя этой страны и после этого эту болевую точку если у вас комедия раскрыть неким дать к ней хотя бы подходы какие-то юмористические и ответы если у вас спортивная драма то показать как эту боль преодолевают и как мы в итоге побеждаем и что-то такое и они взяли такую боль и важно еще чтобы в идеале вы были первыми кто на эту тему эту болевую точку расковыривает потому что снимать сейчас фильм про русскую свадьбу бессмысленно как бы всю там выжженная территория в хорошем смысле они застолбили эту территорию или про новый год бессмысленно все Тимур Бекмамбютов там построил крепости 40 лет последние про новый год снимают и мы смотрим да да ну как бы елки застолбили эту территорию и поэтому метод творческий был такой взять болевую точку болевая точка в данном случае это взаимоотношение человека со своим образом с тем как я выгляжу как я хочу выглядеть как социум хочет чтобы я выглядел как моя мама с папой мне рассказывали как я должен как реклама рассказывает как я должен выглядеть взять эту часть потому что любой из нас практически и Коля и Леша скинули по 20-30 килограмм в своей жизни и они прямо проходили эту историю и взять ее и поговорить про нее размотать ее неким образом мы думали что это же можно сделать и в маркетинг прямо буквально можно как бы сказать а давайте поговорим про то как мы себя воспринимаем кто из вас не смотрел в зеркало и не думал что он себе не нравится классный разговор вот так это очень работает но в маркетинге нельзя в маркетинге оказалось что надо рассказывать все совсем по-другому а можно это то есть в итоге мы сказали мы покажем вам фильм просто смешной как бы петрушка и его друг буратино не знаю а на самом деле показали фильм в котором поговорили на достаточно болезненную тему и как бы создали такой фильм который зрителя не обидел не отвернул не оскорбил а дал ему как будто бы на выходе какое-то как мы видим облегчение судя по обратной связи но заранее ему об этом говорить нельзя было то есть нельзя было сказать мы тебе расскажем вот такую историю и потом все будет хорошо но сначала надо будет пострадать где-то в середине нет и в этом сложность как бы ловушка да то есть мы думали что это ну и в итоге это работало так мы писали сценарий потом мы снимали кино потом мы спрятали эту тему в маркетинге мы рассказывали совсем другую а потом внутри фильма мы снова к этой теме вернулись вот такой ответ спасибо друзья у нас есть еще возможность задать три последних вопроса мы заканчиваем да да молодой человек давно был давно спросить хотелось бы временные рамки проведения рекламной кампании понять то есть какие инструменты когда задействовались то есть относительно первой недели и какие инструменты собственно говоря использовались ну это супер детальный вопрос и история такая компания длилась два месяца сначала был в первую очередь радио и цифра телек подключился во втором месяце и вот последние четыре недели как бы правило такое последние четыре недели у вас самая большая активность причем предпоследняя неделя самая активная последняя неделя немножко недели тишины да да активно прикладывали бюджет мы только к последним двум месяцам до этого это был партизанский маркетинг только органика да 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 еще вопросы раз раз можно вопрос пожалуйста здравствуйте сергей вы тут работает не работает вот друзья упоминали у меня как раз вопрос про деньги давайте попробуем вот вы нам так подробно рассказали о том вот как вы начали как вы пришли к мейджеру пришли как потом делали маркетинг и вот сколько-то денег собрали собрали много половину забрали кинотеатры и такой вопрос а создателям в процентном соотношении что-нибудь перепадает от этих самых сборов или понятный вопрос да перепадает спасибо маша процент если можно не секрет конечно секрет и коммерческая тайна и поэтому сказать не могу но да перепадает и и коля и лёша получили довольно поскольку они были сопротивциями получили довольно значимую часть от доходов которые мы получили то есть мы сначала рассчитались со всеми инвесторами точнее сначала мы отдали деньги универсу которые он потратил на маркетинг потом мы рассчитали со всеми инвесторами и после этого те небольшие деньги которые остались мы в том числе поделились с Колей и Лёшей поэтому но это не всегда так это зависит от договоренности создателями и от того насколько мы делаем коммерческий продукт если я делаю если ко мне приходит человек и говорит давай мы сделаем авторское кино про как бы так ничего не обесценить про девушку которая худеет но авторская как бы а я ему не предложу никакую долю никогда потому что для меня как продюсера этот фильм сплошные риски вероятность что я верну деньги ничтожная вероятность что я и инвесторы фильма потеряют деньги больше чем что я их верну и поэтому ну как бы такой проект не очень стоит доли в но дальше это вопрос переговоров в каждом конкретном случае я как продюсер вам как продюсером советую давать долю творческому персоналу потому что это из базовое правило из вот нашего с машей предыдущего опыта из из мира стартапов что если у тебя ключевые персонажи заинтересованы в итоговом успехе то они работают мотивированы в том числе финансово они совсем по-другому взаимодействуют со всем проектом и да не спят не едят думают как привлечь про нативную рекламу от меня заинтересовало то что вы сказали что почти ни один фильм не продвигается за счет нативной рекламы а если посмотреть мне кажется просто сфере кино это так не называется спешилы там в газете метро или там говорящая голова у урганта это же всегда это же мне кажется продакт плейс на нативная реклама дает ну а окей но а вот с точки зрения того что вы сказали интервью до региональных радиостанций поступали а вот вот составляющая пиара в продвижении фильма работа над тем чтобы инспирировать вот эти интервью там какие-то обложки с вашей точки зрения она была она эффективна на нефти она была она пиар составляет ничтожную долю от общего маркетинга то есть там миллионы десятки миллионов рублей потраченные в телике и в циф в цифровых средах в разы мощнее чем весь пиар который вы можете себе есть только это не не пиар типа фильма матильда когда депутат государственной думы выступает вашим инфлюенсером это классный вариант наверное ну то есть в том смысле что это сразу дает вам федеральный охват потому что про вас пишут все от вгтрк до но за исключением таких случаев уровень пиара его главная задача не испортить и не отпугнуть главное чтобы там не произошло чего-то что пошлет плохой сигнал аудитории а так с точки зрения охвата это ничтожная история меньше процента я думаю от всех может 5 процентов если я скажу это прям выше прям это будет соврать вот поэтому пиар и поэтому мы не очень тратили на него ресурсы и он вот кто к нам пришел кто нам задал какие-то вопросы кто чего-то захотел мы предложили всем у universal классная пиар-команда не всем предложили кто-то согласил кто-то не согласился мы были счастливы как бы усем рады будем вот это такой был посыл последний вопрос да да в общем я сейчас спасибо вам большое зале за эту лекцию прекрасно и вопрос такой вот я посмотрел сейчас специально посты 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 в инстаграме основных звезд сериала да собственно бортич выбрала 5 марта 4 марта 4 марта свой свой соответственно горбачёв выложил восьмого кулик выложил восьмого и после этого ни одного по поста не было вот про то что мы говорили о том что на тв тот же лед и тот же движение вверх поддерживали вот мы собрали столько вот мы собрали столько почему нельзя было воспользоваться то есть вот этим ресурсом это был какой-то неуютно и второй такой вопрос несколько может быть не по теме да мне показал что часть где бортич полная да она снята несколько хуже чем та часть которая снят это быть так ли вы это считаете и и по какой причине видимо и что и по какой причине собственно я так не считаю ну в смысле это супер субъективная штука кто-то 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 мне говорит бортич ужасно зажатая или кто-то говорит бортич вот ей видно что придумали самые классные шутки а на самом деле я знаю что половину шуток бортич придумал сама на площадке и короче это это очень вот это не по игре а по именно режиссерами как мне показалось с точки зрения это как бы вот не было чего чего я не вижу смысла обсуждать так это наши субъективные оценки каких частей фильма потому что здесь мы можем легко никогда не сойтись мне так не кажется мне кажется что она с чем я согласую что она по ритму проседает это другой вопрос но это это вопрос был раскачки производства поиска языка по ритму она действительно проседает нет никак еще раз в наш творческий процесс не лез никто и не хотел на самом деле есть и даже сейчас они говорят сереж ты приходи фильмы приноси но ты нам сразу фильмы приноси мы как бы вот вникать вот в эту всю историю мы не хотим а первый вопрос был в инстаграме собственно дальше понятно вот это чтобы чтобы не было ощущение пушинга потому что на самом деле они до этого запостили каждый трейлер и потому что ну их аудиторию мы уже охватили более того их совокупная аудитория в этом там три миллиона человек и мы ее накрыли перенакрыли и понятно что эти люди уже сходили и сами выложили в инстаграм и заниматься можно было попросить их выложить еще по одному посту но уже эффективность этого относительно риска начать ощущаться как чуваки которые чего-то пушат и продвигают нам показалось нам казалось что они так искренне и клёво это сделали что пытаться сделать это искусственным образом было бессмысленно возвращаясь к аргументу еще о том что инстаграм не супер охватная платформа в этом смысле если бы нам предложили как бы чтобы бортич в новостях в гтрк поплакала я бы прям белька стими вы лег чтобы случилось вот а чтобы она третий раз выложила пост в инстаграме ну как бы в этом нет уже смысла и ты этот канал уже отработал они все поняли эти зрители более да да и было огромное количество stories просто сейчас вы не можете это увидеть так друзья мне кажется мы должны дружно сказать спасибо сергею спасибо вам что вы пришли